Михаил, привет. Приветствую. Как дела? Рад знакомству. Дела, хорошо, рад знакомству. Слушай, знаешь, о чем сейчас подумал? Я вот, знаешь, как бы смотрел всегда на любое занятие, которым человек занимается много лет и которое сопряжено с общением с людьми. Вот если на это посмотреть, то в конечном итоге у каждого человека, который занимается той или иной работой, у него появляется какое-то свое специфическое ощущение людей. Знаешь, допустим, взять врача детского, либо преподавателя в школе, либо преподавателя в университете, что через него проходит большое количество людей, но у каждого своя щупальца, через которых они этих людей трогают. Скажем так, моя функциональная работа с этими людьми, она вот в этом сегменте конкретном. И у меня в рамках такой профдеформации возникает некое ощущение людей через вот эту способность мою пощупать именно так. Я посмотрел на это с позиции, как бы думаю, тут артист, то есть человек, который как бы работает с телом, наверное, какой-то там еще присутствует small talk, какая-то, как бы индуцируется какая-то боль, то есть которая как бы распределяется по телу, и человек, который получает этот тритмент, он как-то на это реагирует, и это как считывание определенных, как человек, насколько он толерантен к боли, насколько как бы еще что-то. И вот мне любопытно, вот спустя, там, сколько, я не знаю, сколько лет ты этим занимаешься, но вот у тебя появилось такое, какое-то свое представление о людях, как, знаешь, как что-то, что ты можешь, коснувшись человека едва, понять, кто это. Ну вот не в широком смысле, потому что мы многообразны, а вот именно через твой способ взаимодействия с людьми вот в рамках вот этой вот деятельности, которую ты осуществляешь. Ну, я понимаю, да, твой вопрос. Вообще, татуировка, ну, это прям напрямую, конечно, коммуникация с человеком, то есть это огромная часть, как бы вот того, что можно назвать татуировкой, это как раз общение, сейчас секунду, это общение как раз с человеком, потому что, ну, это же все очень сложно, волнительно, как бы, и в целом с самого начала вот профессии татуировщика вот этот вот мастер начинает практиковаться как раз и в общении. И по поводу ощущения людей, ну, конечно, да, то есть, во-первых, и клиенты находятся, ну, как бы они с мастером, обычно что-то общее должно быть, то есть, вот человек, чтобы доверил свое тело, чтобы, как бы, вот это все случилось чудо, нужно наладить в первую очередь взаимодействие. И понятно, что бывают такие проходные, как бы просто, ну, небольшие татуировочки. Люди приходят себе, делают что-то на память. Вот. Там, может, и не случится вообще никакого контакта вот этой коммуникации, потому что это некое такое, ну, как, знаешь, зайти кофейку себе купить, то есть, там, ты не скажешь... Либо подбуханный в Лас-Вегасе очнулся, у тебя татунул. Что-то такое, как бы. А если говорить именно о, ну, каких-то серьезных проектах, да, некому, ну, то, что подразумевает взаимодействие, то там, да, конечно. Тут, видишь, у всех, ну, все татуировщики-то разные, я про себя могу говорить. У меня высокий уровень эмпатии. Вот, вот. У меня вот с этим эмпатией я, конечно, во-первых, все начинается с переписки, то есть, там, я сначала просто как некое общение, да, как вот оно онлайн стартует. Потом, если мы... Я вот вижу, что возможно найти все-таки общий язык, потому что даже по тексту, потому как человек обращается, первые вопросы, которые задает, можно некое составить представление о человеке. И потом, конечно, когда вот приходит человек, сразу есть все равно некий внутренний отклик, да, ну, есть все равно некое ощущение. То есть, это, ну, геморроя я словлю как бы какого-то с этим проектом. Или наоборот, мы прекрасно вообще поладим и будем на протяжении долгого времени работать, а, возможно, и вообще как бы подружимся даже. Можешь описать вот этот геморрой? Как это ощущается? То есть, когда поладить, это, ну, как бы интересно тоже, но мне больше интересует вот этот вот некий внутренний стоп-сигнал. Как он, как правило, у тебя проявляется? То есть, что это? Ну, смотри, во-первых, это обычно, ярче всего проявляется вот тревожность у людей. Повышенная такая, как бы. То есть, когда нет доверия там мастеру, когда себе, в первую очередь, доверия нет, то есть, человек не очень понимает, что он хочет, не хочет, как бы. У него вот эти вот метания или вообще какие-то... Ну, сейчас весна наступает. Обычно вот начало весны и начало осени. Ну, как бы некое обострение бывает у людей, то есть... Пляжного сезона готовятся. Вот. Ну, не пляжный сезон, тут, скорее всего, именно внутреннее некое переживание, то есть, не знаю, обострение каких-то психозов бывает. То есть, и люди, как бы, некоторые идут к татуировке планомерно, то есть, они на протяжении многих лет об этом думают, там, и как бы... И они готовы к этому контакту, там, вот. У кого-то это импульсное такое, такой, а, я что-то захотел, вот. Но что непонятно, как бы, и он вот весь в каких-то переживаниях, тревогах. Ну, и когда человек приходит вот в таком состоянии, это сразу чувствуется. То есть, у него он прям пытается держать все максимально под контролем. То есть, вот он максимально обеспокоен, как бы. Я понимаю, что в дальнейшем, когда мы будем взаимодействовать, он попытается свою вот эту тревожность, вот эту, как бы, всю обеспокоенность. Вот этот контроль, который прям вот считает, что за счет контроля его-то, как бы, все получится хорошо. А по факту, ну, я часто предлагаю людям такое, как бы, сравнение, что вот идешь, например, к зубному. Тоже, ну, вот, как бы, сколько советов ты даешь зубному врачу. И тут тоже, как бы, если идешь, вот, обращаешься к профессионалу, он максимально сделает свою работу качественной и профессиональной, без вмешательства сторонних неспециалистов. То есть, ну, и тут, вроде, нужно отпустить контроль. А если, ну, не получается у человека, я понимаю, что в дальнейшем это все будет сопряжено вот с постоянным даваемостью здесь что-то там. Вот я не понимаю, ты мне объясни. Это нормально. То есть, это, конечно, все люди разные. И, ну, менять свое тело, это очень тревожно. Я все прекрасно понимаю. И, ну, я вот с этой позиции именно некого принятия, понимания, пытаюсь с человеком коммуницировать. Но если я прям вот серьезно, это чувствуется всегда очень сильно. То есть, прям вот как в некую стену такую, как бы, упираешься. И раньше, я был когда помоложе, я это все дело, ну, как-то проламывал. То есть, на что-то уговаривал, убеждал. Ну, давай ты, да ты не бойся, чего ты там вот это. Ну, сейчас я, ну, во-первых, как-то я стал более все-таки к людям расположен. И, ну, я понимаю, у всех своя жизнь, свои желания. И что я буду кому-то там навязывать и убеждать? Сейчас я не настолько напорист. Мне, ну, проще иногда сказать, что там, ну, мы там не сойдемся. То есть, там, или там не получится, там, я могу сказать, что там, я там не умею. Ну, или зарядить какой-нибудь ценник, чтобы... Чтобы компенсировать потенциальный геморрой. Ну, да, я понимаю, что я его или компенсирую, то есть, реально, мы будем работать, ну, там, я буду вам все править, как бы, там, и тут я вам все расскажу, как бы. Ну, вы заплатите, например, в два раза больше. Если человек готов, ну, почему нет, как бы, нормально. То есть, по факту, это вообще разговор, скорее, больше о зрелости. То есть, с точки зрения, что, допустим, есть человек зрелый, с точки зрения готовности к этим изменениям. И есть человек, который еще, у него есть первоначальное желание какое-то изменение пережить, но он еще не готов к этому изменению. И тут вопрос, что тебе сейчас проще работать с теми, кто уже готов, нежели быть тем, кто является проводником в эту готовность. Вот, я считаю, что человек, во-первых, когда вот он пишет, вот даже вот, ну, то есть, сначала же у нас мысль появляется некая, да, и для ее, ну, то есть, вот такую татуировку хочу, да, и вот уже вот этот шаг написать татуировщику, то есть, во-первых, там, посмотреть работу и написать ему, это уже, как бы, готовность. Человек уже готов. Может быть, не готов, может быть, вируснуло. Увидел какого-то чувака с татуировкой, у него классная киска рядом, значит, блин, через татуировку я могу пусть и граб сделать. Я думаю, короче, что к вещам, к которым мы не готовы, мы вообще не имеем никакого отношения. Ну, то есть, вот, в мире масса всего, что меня вообще никак не интересует, ну, ее вообще не цепляет. Но если что-то зацепило, оно, во-первых, находится у меня в уме какое-то время, чтобы, ну, начать что-то делать, не знаю. И уже действие, я считаю, что даже написать, прийти, то есть, это уже действие, это уже, как бы, показатель определенной готовности. Вот. И желание, ну, то есть, это уже первые шаги. Просто и я человеку, в принципе, вот первые встречи и общения, оно как раз к тому, чтобы попробовать, ну, направить его в какую-то сторону, мысль его направить или, там, вместе с ним продолжить этот путь. И, ну, это почти всегда так и происходит. То есть, там, не так часто я прям людям говорю, что, ну, там, как-то сливаю редко. То есть, прям, это уже на, знаешь, вот на стадии общения онлайн, как бы, отсеивается больше сейчас людей. То есть, вот прям сомнительно. Если уже мы встречаемся, 95% там, с моей стороны, что мы, скорее всего, будем работать. Ну, если уж совсем кто-то там не отбитый. Вот. Поэтому эта готовность уже есть. Просто мы все, я прекрасно, вот, ну, как мне кажется, я могу понять вот эту тревогу. Особенно, знаешь, вот если люди приходят не за первой татуировкой, да, уже, а вот за какой-то, да. Потому что первые опыты, например, они были неудовлетворительны. А так бывает часто. То есть, типа, сделал одну, значит, не очень, попытался ее закрыть, стал еще хуже, типа, что-то другое сделал, тоже не получилось. То есть, если человек свой первый вот этот импульс такой, блин, ну, просто надо что-то сделать, пофиг, за сколько денег, там, может, дружбан, что-то кольнет. То есть, первые вот эти модификации, очень часто они неосознанны. То есть, просто потом уже человек видит свое тело. Ну, то есть, у нас, пока мы чистые, взгляд ни на что не цепляется. Мы естественные, мы к себе привыкли. Тут появляется какая-то штука на теле. Она просто является центром притяжения внимания, просто постоянного. И если там что-то не то, ну, да все, как бы, это ты себе, ну, такой вот геморрой устроил. То есть, тебя устраивало тело, все было хорошо, ты себе что-то сделал, и это, как бы, проблема. И человек, вот, когда приходит, вот, уже у него несколько неудачных опытов, конечно, он тревожен. Конечно, он хочет, чтобы все это как-то там исправилось, минимальными там, средствами, чтобы меньше-меньше. То есть, он все время говорит о том, что нет, я бы не хотел это, я бы не хотел такое, я бы не хотел то. Он, все его размышления о том, что он этого всего вообще не хотел бы. И это тупиковая мысль для размышлений. То есть, я обычно предлагаю, говорю, давай мы наоборот, давай мы начнем с того, что бы ты хотел. В конечном итоге. Ну, то есть, чистым ты уже не станешь. Просто мне кажется, не так много людей реально осознают, что они хотят. Они как раз-таки идут путем. Я не хочу, я хочу то, что не является всем многообразием, чего я не хочу. То есть, знать, что ты хочешь, это значит, что ты уже как бы вот протестировал какое-то многообразие «не хочу». Потому что понять сходу, что я хочу именно это, это какая-то такая очень высокая форма зрелости. То есть, ну, как можно понять, что ты не хочешь виски? Надо его попробовать. С одной стороны, да. Но я вот, видишь, короче, сама мысль о том, что человек хочет татуировку. Ну, то есть, вот как в человеке, то есть, результатом каких размышлений является такой вывод, такой татуировку хочу сделать. То есть, что такое внутри вот как бы рождается, что сподвигает человека на некое вот это вот, он хочет боль пережить, там, тело свое изменить. То есть, это вот оттуда идет. И, конечно, это желание, оно вообще не сформировано в какую-то форму. То есть, ну, что типа я хочу именно это. Человек подсознательно хочет именно изменения, в первую очередь. А в какой оно форме произойдет, это уже дальше его сознательная деятельность. И я, ну, людей веду именно так. Я говорю, так, ты вот захотел, представь, ну, просто вот ты смотришь на себя в зеркало, где бы ты хотел, возможно, в каком-то... Ну, то есть, я говорю, просто картинок собери мне пять. Вообще вот просто пять топов. Вот то, что тебе нравится, сначала сделай там выборку, там, не знаю, 20 картинок. Сделай из нее прям выборку пять, пять, три, пять. Просто мне скинь. И я сразу пойму, о чем речь. То есть, ну, мне станет... Я уловлю, как бы, некую общую линию в этих изображениях. То есть, я пойму, по какому пути мы можем идти. Я когда встречаюсь в первый раз с человеком, я всегда, я просто беру маркер. Самый простой маркер. И просто вот... Ну, у меня из-за практики долгой, как бы, есть некое восприятие тела. Я вижу его линии, естественно, динамические, как бы, линии тела. И я маркером просто именно на теле обозначаю какие-то общие линии. И вот в этот момент человеку сразу все становится понятно максимально. Потому что пока мы думаем в голове, я бы там чего-то хотел, мы никак на свое тело это спроецировать не можем. Вот как только я вот делаю несколько каких-то таких легких набросков, мы сразу... Он такой, да, это то, нет, как бы, это, ну, не то направление. Просто вот в зеркало смотрю на себя, не то. И это вот именно такое, я выстраиваю, мы ищем. То есть, как бы, очень редко бывает, когда человек приходит с такой готовой прям идеей, говорит такой, вот, смотри. Ну, бывает и так, что там кто-то подготовился прям, ну, вот прям все, пример, здесь мне нравится то, здесь то, здесь то. Хочу вот оно так. Ну, это в лучшем случае, может, процентов 10, как бы, от всех. И такого я не требую от людей. Ну, люди не должны. Обычно это дизайнеры или художники, там, струировщики, вот, ну, делают нормальный такой, как бы, ТЗ. От людей я такого не требую. Мы это ищем. И я в первую очередь вот считаю, что сначала появляется вот этот внутренний импульс. Человек что-то хочет. У него произошли какие-то изменения в сознании. Он вырос, да. А тело мы свое не воспринимаем, как, знаешь, что-то, что меняется. Ну, то есть, мы не видим его вот ежедневных изменений. И сама вот эта идея, то есть, татуировка, это же одно из древнейших, как бы, искусств. Одно из самых первых инициатических практик. То есть, вот, мальчик, когда подрастал, ему пора было становиться мужчиной, он проходил определенные испытания и потом нес на себе знаки того, что он вот это пережил. То есть, вот, инициация, это именно как некое приближение к порогу смерти. То есть, вот это, что вот это дитя умирает, рождается воин. Умирает девочка, рождается жена, как бы. И вот этот переход именно, я много, ну, я читал много об этом, что у нас сознание и тело, они вот развиваются примерно вместе, да. Но вот когда вот нам приходит какое-то время, сознание изменилось, нам нужен какое-то переживание. Кто-то прыгает с парашютом, кто-то еще что-то делает. То есть, нужно некое переживание, чтобы новая картинка сложилась. То есть, чтобы вот именно то ушло, наши воспоминания все, как бы и ассоциации с тем, вот нашим таким, да. А появилось новое что-то. И я вот думаю вот в этом ключе. И вот человек, когда приходит, ну, что-то вот у него вот пришло. То есть, вот он или думал долго, у него там накипело, или что-то случилось там, ему надо это как-то в памяти закрепить на себе. Я с этой позиции, ну, примерно вот с людьми общаюсь, и мы вместе ищем, конечно, там, что там кому делать. Я заговорился, не помню, о чем там был вопрос. Нет, да это нормально, куда идет, туда идет. Ну что, знаешь, вот что любопытно. Вот, ну, я понимаю, что, возможно, это как раз-таки вот какой-то там, ну, если говорить с точки зрения такой персональной инициализации, либо перерождение в какое-то другое, какой-то другой майнсет, как бы, знаешь, вбивание боли, связанное с тем или иным каким-то эмоциональным переживанием. Неважно, хорошим, плохим, непринципиально. Но вот когда это превращается, знаешь, в карту твоей какой-то, знаешь, как бы, в карту твоих переживаний, и ты являешь это миру, то по факту это как бы, знаешь, понятно, что там все на уровне каких-то ассоциаций, каких-то непонятных метафор, то есть не так, чтобы я посмотрел на что-то и сразу же понял, типа, ну, это же никак не воровская татуировка, там, мы это клеймо поставили, ну, типа, все понятно, что это там шкура прошлогодняя, там, либо там еще что-то, о, ну, там, он, наверное, там, вор в законе. Но когда сейчас стерлись вот эти вот как бы, ну, такие как бы, как это сказать, ну, я не знаю, может быть, конечно, в мире тату по-прежнему существует такое более-менее четкое понимание интерпретаций. Но вот сейчас, когда люди просто смотрят шуминами, ну, как это вообще на твоем теле появилось? Ну, то есть мне не совсем понятно. И причем это ладно бы, действительно, как ты сказал, первое, там, знаешь, по глупости сделанная татуировка, там, ну, не знаю, не по глупости, а просто по незрелости, по неготовности, захотелось, что-то внутри горело, бам. Но когда ты смотришь на людей и просто так внимательно ты разглядаешь, слушай, говорю, вот это что такое? Ну, то есть как бы, ну, в голове не, как бы не понимаю, как это вот, как это на тебе появилось? И в какой-то момент, когда человек, ну, скорее всего, многие люди, которые имеют на себе большое количество татуировок, мне кажется, любят об этом говорить. Ну, то есть у них за этим строится какая-то история, если ему чуть-чуть дать возможность это рассказать, ну, если только я не попадаю в область, чего не хочется говорить, да, а так в целом, то они начинают о себе рассказывать. И вот здесь вот у меня вопрос, что почему, как бы, вот этот, как бы, маркер на своем теле, как бы, он важен? Ну, то есть я понимаю, что, как бы, мы вольны делать то, что мы захотим, это, как бы, наше право видоизменяться, это, если смотреть через вектор привлечения внимания, ну, тогда вообще все становится понятно, что если это действительно просто для того, чтобы люди обратили на себя внимание. Я больше говорю вот о персональном. Но что вот если попытаться выключить все те факторы, которые влияют на, ну, поп-культурные, не знаю, там, мода, еще что-то, просто выключить это все, как что-то неважное в этот момент. И мне просто важно это сделать. И я на себе что-то изображаю, что является неким, как бы, ну, кодом для считывания моего, как бы, ну, внутреннего мира. То есть по факту, это, знаешь, ты раз разделся, я так тебя прочитал, так, ну, все понятно с тобой. И у меня как будто бы есть, как бы, как бы, отмычка к твоей индивидуальности. То есть почему люди хотят становиться понятными? Смотри, я, чтобы не затеряться, вот ты с чего начал, там, вот эту вот, эту зэк там, этот там, кто-то, ну, то есть это называется стереотипы. То есть стереотипическое шаблонное мышление. Оно очень приятное в целом нашему уму, потому что это очень просто сказать, а, так ты просто же сиделец. Или такой, а, ты там, видимо, панк. Или кто там, ну, кто-то, короче, там. Разве не является это, как бы, неким следствием? То есть та же самая инициализация показывает, что это уже не мальчик, а это мужчина. Тоже стереоптивизация? То, вот это представление о том, что я увидел что-то и понял это, да, оно подразумевает, что мы вместе находимся вот в одной очень понятной культурной среде. И если вот то, о чем ты говоришь, например, или племенное какое-то общество, да, то есть когда там человек вот убил первого врага, ему там сделали там какие-то значки. Все, видно, что это уже все мужики. Или капельки. Да, то есть все, или вот там какие-то закрытые мужские вот эти сообщества, ну, там, сидельцы или военные. Они все чуть-чуть такие, а, все ясно, типа, три трупа, как бы, там, столько-то компаний. Ну, это люди, которые находятся в одном вот именно вот этом культурной вот этой среде. Но сейчас, ну, ты же понимаешь, все как бы разные. То есть кто-то там эльф, как бы, кто-то борец за справедливость. То есть, ну, очень разные все. И сложно, то есть, во-первых, чтобы вот это интерпретировать, нам нужно сначала договориться о символах. То есть мы сначала объясняемся, и тогда ты сможешь это прочесть. Но вообще, я думаю, что первоначальная идея у людей, ну, сейчас, которые делают татуировки, в общем, наверное, не совсем в том, чтобы кто-то прямо считал и что-то понял там. Эта мысль есть, но есть некое именно самопозиционирование, что типа восприняли в целом, знаешь, как не только там вот восприняли твою маленькую татуировочку, да, а это как бы твой образ с некой татуировкой. И это вот представление людей о прекрасном. То есть там, ну, кому-то кайфово, что его боятся. И он такой вот весь, как бы, панк и страшный такой, как бы, отталкивающий. Кто-то, наоборот, вот очень милый и привлекательный. Да, так вот я вот об этом говорю. Получается, что вот это, даже не зная секретного кода, вот этого символизма, который относится к культуре, на уровне просто первичного прочтения ты посылаешь определенные сигналы, и они универсальны. Ну, то есть, как бы, если ты хочешь меня запугать, то, значит, будет что-то, что должно на каком-то уровне цеплять за определенный сентимент. И вопрос в этом, что, а, ты для этого это сделал? Ну, то есть, как бы, ты мне это хочешь сказать? Я сразу же уже предполагаю. Ну, я так далеко, как бы, вот за людей не думаю, что, типа, кто, что-то... Если у меня возникает вот некий вопрос, то есть, такой, ну, самый будет правильный способ его задать. Да, 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 ты спрашиваешь. А это что вообще? Ну, иногда, как бы, бывает, то есть... Иногда бывает, да. Мне там настолько... Просто смотри, вот тут ведь в том, что представь себе, что если у тебя вообще абсолютно, как бы, пустое тело, ну, с точки... Ну, как бы, у нас не бывает голого тела. Может быть, голое тело, но ты накачанный. Голое тело, оно в шрамах. Либо, если тело не голое, то ты в одежде. Одежда — это бренды, аксессуары. То есть, мы всегда что-то говорим друг другу, даже, как бы, ну, не говоря это. И это как-то связано. И вот, когда у тебя что-то... Представляешь, какая-то достаточная силы боль, либо эмоция, либо желание что-то сказать, привела к тому, что ты пошел к тату-мастеру и потратил часы и деньги для того, чтобы кто-то вбил тебе это под кожу. Это как раз-таки поинт, чтобы спросить. Если бы этого не было, откуда бы мне было знать, что однажды ты перенес какое-то насилие, и это насилие... То есть, у меня есть зацепка. Ой, а что это такое? Понимаешь? То есть, ты изначально мне даешь, как бы, токинг-поинты, которые могут меня привести к пониманию тебя. Слушай, я думаю, что в первую очередь человек задает вопросы и позиционирует именно себя для себя, а вовсе не для тебя. Естественно, нет. Но в этот момент ты не можешь это сделать в разрыве. У меня же глаза есть, я же их воспринимаю. Сама идея, что, типа, я хочу сделать татуировку, чтобы быть каким-то. То есть, по идее, я хочу себя изменить, вот в первую очередь, да, чтобы вот, ну, как-то себя по-другому чувствовать, и чтобы меня также чувствовали окружающие. И тут, ну, получится, не получится. Естественно, по поводу голого тела, на самом деле оно именно такое. Ты с утра вот когда просыпаешься, идёшь вот в ванну, зубы чистить как бы. Вот. Это свой первый вообще диалог. Типа, ты за день встречаешь себя, вот самого первого встретил, и вот ты именно такой. Ты себя за день. И вот, ну, прикинь, вот ты сделал себе там. На самом деле, вот у нас открытого тела в социуме не так много. Это лицо, кисти, всё. То есть, всё остальное спрятано вообще, и оно никому ничего не говорит. Поэтому человек в первую очередь всё-таки это делает для себя. Он себя хочет изменить. Он и сознание своё с этим поменять, и тело поменять. А потом, ну, как бы... Мы не отрывны от социума. Конечно, да, он хочет себя изменить, чтобы в этом социуме каким-то быть. И вот получится у него или нет, ну, это уже как бы как-то вопрос везения. То есть, какого мастера он найдёт? Сколько он сам приложит к этому усилия и своих размышлений? Поступит ли он как бы просто, ну, как-то так ветрено, да? И тут, ну, как повезёт реально. То есть, сделал что-то, стал так... Да, но вот в этот момент, как вот твой... Вот просто у тебя наверняка есть такая история трансформации людей. То есть, я думаю, что у тебя есть постоянные клиенты, которые там... с которыми с тобой там годами. И есть некая форма трансформации. Я просто смотри, я... Ну, может быть, это заблуждение, может быть, я вообще не прав, но смысл того, что вот я вижу, допустим, когда ты, ну, общаешься с людьми, появляется какой-то новый человек у тебя, ну, в какой-то там... У тебя есть либо там с ним какое-то время, как вот сейчас на подкасте, либо просто как-то вы с ним пообщались. И хорошо, что есть как бы Инстаграм, такой, знаешь, как бы как такой тайм-капсул. Ты можешь отмотать, допустим, там до какого-то времени. И вот сейчас применительно к мужчинам. К женщинам это меньше, я обращал внимание. Ну, допустим, отматываешь там 10 лет вперед, ой, назад, и там какой-нибудь, ну, парниша такой. Видно, что у него какие-то, знаешь, какая-то, ну, может быть, скромность, может быть, немножечко такая трусость, может быть. Ну, как бы видно, что определенный environment, у него вот психоэмоциональный тип, либо специфика воспитания. И потом смотришь вверх в будущее. Отрастил себе бороду, сделал тату, пошел качнулся. И как бы я на него смотрю, и, да, общество, в силу которой не знает, она не умеет считывать эти сигналы. Она видит в нем какого-нибудь мускулинного, там, не знаю, самца. И она смотрит, перед нами сидит тот же самый чувак, который был тогда, там, 10 лет назад. Ничего не изменилось. То есть вот этот код, который, как бы, этот маскарад, который ты привнес, этот мир желания изменить себя, он ничего не знает, потому что пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Вот этот дефолтный твой мод, он по-прежнему транслирует то, что было тогда. И вот эта трансформация, она реальна либо только для внешнего мира и для иллюзии самовосприятия? Слушай, ну как ты говоришь, что значит неизменно? 10 лет. Ну ты представь, ну ты себя 10 лет назад, помнишь? Кто-то, кто меня давно не видел, говорит, Марк, ты вообще не изменился. Ну он врет. Ну я, да, постарел, появилось больше седых волос. Ты поумел, у тебя появилось опыта больше. То есть изменился, изменился гормональный фон. Люди, мы вообще, мы каждую секунду другие. И человек за 10 лет, то есть вот он, конечно, у нас есть заложенные, ну с детства, родителями, как бы, школой, некие вот эти, ну паттерны нашего поведения. Как мы вообще в этом социуме общаемся? И, конечно, мы можем, да, там, накачаться, ну, там, измениться вообще как-то, там, посуроветь, а также в душе остаться теми ранимыми, как бы, пацанами, ну, которые, там, не уверены в себе. И вот, ну, бля, ну вот так вот, может быть, пугает, там, не знаю, а так у него вообще не с рост, там, не с девушками, блядь, не с работой. Ой, извини, мы тут... Можно все, можно вообще все абсолютно. Да, все окей. Ну, может быть такое. То есть, может, наше внешнее, вот, как бы, оно от внутреннего-то, конечно, отстоит, но это разные работы. То есть, и с одной стороны, ну, глупо полагать, что только сделав татуировку, мы стали сильнее сразу мужиками, там, и прочее. Ну, нужно жить в соответствии, как бы, с какими-то принципами, чтобы поменялось вот это мироощущение. Но это помогает. То есть, это как некое... Да, но вот что в тот момент, когда ты вот этот принцип начинаешь транслировать? Вы знаешь, как бы, virtue signaling. Ты начинаешь посылать миру свои принципы. Типа, знаешь, там, не плачь, не бойся, не проси. И такой, знаешь... Я говорю, ну, окей. Как бы, а ты так живешь, либо ты просто транслируешь какие-то принципы, чтобы тебя ассоциировали с каким-то человеком, который живет по этим принципам? Это же не одно и то же. Ну, вот это, знаешь, быть или казаться, это, ну, конечно, очень... Да, это, ну, важная тема. Конечно, надо быть. Но тут, видишь, и как не казаться? Надо же себя там все равно как-то позиционировать. И получается, что сначала... Смотри, сначала мы... Ну, то есть, вот, как сказать... Вот человек говорит такой. Я, короче, блядь, накачаюсь. Он идет и качается. Он сначала такой... Вот ему папа там с детства внедрял, как бы, не бойся вообще, не проси, ну, кого ничего будет там. До такой степени внедрял, что такое... Вот здесь будет. Я с утра прям буду вставать, и первое, что я буду видеть в зеркале вообще, это вот это. И как ни крути. То есть, понимаешь, это же... Каждая наша жизнь, это постоянные выборы. Мы постоянно в ситуации делаем тот или иной выбор. Вот тоже, типа, ну, там, условно, мускулинность. Да, там какой-то мужик. Типа, ну, вот как решить там. Так или так. Так или так. И мы насчет вот этих, знаешь, взвешиваний решений, то есть мы смотрим... Так, я остался таким же 13-летним щеглом, хотя, как бы, я там весь с бородой накачанный на коках, да? Вот. Или я... Ну, то есть, я уже не принимаю этих детских пацанских решений. И вот это напоминание, допустим, это как именно некая такая... Это как некая помощь. То есть, там, тебе, ну, человеку, вот, именно быть. То есть, он такой, я хочу быть именно таким. Для этого я себе и это сделаю, и это сделаю, и это все сделаю. И оно, может быть, не получится. Ну, я пойду к психологу тогда, или к терапевту схожу. Разберусь с этой херней, как бы, и мой внутренний я подтянется к этому, как бы, образу. Ну, то есть, все, пожалуйста. Я не думаю, что подтянется. Приудачно. Я думаю, что, знаешь, вот, на самом деле, как бы... Ну, я не знаю, мое, может быть, субъективное заблуждение. Вы знаешь, вот есть вот... Ну, есть те, кто, как бы, ими являются, есть... То есть, нужно diversity. Ну, то есть, как бы, вот такое вот, как бы, условно, диверсификация всего. Универсальность... Да, да. Давай вот прям возьмем такие какие-то яркие, прям, примеры гротескные. То есть, вот, звезд, то есть, каких-то, да, левцов, каких-то актеров. Ну, вот на этом примере, вот, ты мне скажи, как бы, вот они есть или они кажутся? Вот в этом-то вся... Представь себе, что вот среди даже тех актеров есть, допустим, как бы, знаешь, вот те, которые реально есть, и те, которые подтягиваются до бенчмарка, до такого уровня, что люди непосвященные не видят разницы. Ну, как бы, вот представь себе, что ты встречаешь два, ну, два чувака, ну, любых, да, ну, допустим, ну, каких-нибудь там рок-звезд, да. Есть, допустим, один рок-звезда, который, там, провалидирован временем, знаешь, такой весь такой, как бы, уставший от жизни, такой кто-нибудь, там, из роулингов, там, такой, знаешь, такой... Он, как бы, его... Это жизнь прожита. И те, которые вот вчера стали, как-то, они, безусловно, талантливы. Но он понимает, что есть некий бенчмарк. Вот есть бенчмарк человека, который, там, провалидирован временем, людьми и так далее. Что мне стоит, как бы, сделать из себя такого же, как бы, для того, чтобы закрепиться вот в этом бенчмарке? Он идет, это просто и делает. И, соответственно, мы смотрим, как бы, ну, окей, оба талантливы, оба, там, есть какая-то у них там аудитория. Но от одного вот это вот исходит, вот этого, знаешь, как бы, эта энергия. А другой, как бы, просто отображает какие-то сигналы, которые должны меня наталкивать на это. Окей. В чем разница между этими людьми? Ну, по крайней мере, в этом примере. Это именно во времени. То есть, если ты на протяжении 30 лет ебашишь какой-то образ, да, все вокруг, как бы, они это примут. Они скажут, так и есть вообще. Ты сам ее это создашь, и никто тебе вокруг, ну, типа, это вот. Если ты это создаешь. А когда ты только начался? Подожди, вот тут вопрос разницы, что вот это тут. Не, подожди, а что ты хочешь сказать, что нельзя просто вот как бы въебаться вот что-то? Ну, как бы просто взять и влететь в это. Ну, мне кажется, больше. А, ну, смотри, оно требует какое-то время. Я не знаю. Время, да, но время ты... Слушай, тут очень важный момент. Время, когда ты... Естественно, время важно, но вопрос, когда ты это проживаешь, либо когда у меня есть контент-план. В этом я должен забить 20% своей спины. Контент-план на 10 лет, это называется жизнь твоя. И через 10 лет твой образ примет вообще эта вселенная, как бы. И даже если ты внутри будешь чувствовать себя там каким-то определенным образом, все вокруг будут считать тебя именно таким, как ты сказал, как ты это протранслировал. И тут вот, ну, я считаю, что это именно так. И что, типа, вот чувак, который такой, ой, я буду таким же, куплю себе такие же шмотки, типа, сейчас отучусь и прям по-быстрому ворвусь, да? И вот он ворвался, и вот если вот он вот это продолжит, как бы, транслировать, тот из Guns N' Roses или кто-то там был в примере, он уйдет уже, помрет, как бы, новое поколение придет, и оно будет воспринимать вот именно вот это и есть исходник. Вот именно им я и хочу быть. Я очень хочу быть тем, кто-то чуваком. В том случае, если у тебя нету кросс-референс. Вот представь себе, вот, ну, я не знаю, вот тебе примерный, реальный пример. Опять же, очень может быть такой, надо контрастно взять. Ну, допустим, вот, если наверняка у тебя были в общении, знаешь, какие-нибудь, вот, как бы, ассасины, ну, какие-то, не знаю, там, микс-маршал-артисты, не знаю, какие-то люди, которые занимались спортом, какие-то, знаешь, там, не знаю, боксеры, борцы, не знаю, люди, для которых это не было, как бы, знаешь, что-то, что, через что я буду привлекать к себе внимание, это просто почему-то так сложилась их жизнь, и они хотели этим заниматься, и, знаешь, потратили, и вот у них какой-то вот отпечаток вот этого в них остался. И теперь перематываем в наши дни, и есть люди, которые, как бы, ведут такой образ жизни, они показывают фотографии, что они, как бы, там, откуда-то только что из зала, они физически выглядят, как бы, ну, в принципе, ничем не отличаются. Вот, и ты разговариваешь, и он внутри мягкий. Как бы ты мне какую историю не рассказывал, неважно, какая будет у тебя валидация внешней, миллион людей считают, что ты самый крупный, сильный и так далее, до той поры, пока это не провалидировано, как бы, теми, кто эти правила игры создал, это будет все история, как бы, знаешь, такая, как бы, ну, то есть, это должны действительно уйти те стандарты, вычеркнуть из истории, которые, в принципе, ну, вот, давай так, вот, даже проще, давай вот, вот сейчас татуировщиков больше, чем, наверное, когда-либо в истории, так? Конечно, да. Те, которые называют себя легендарными, знаешь, вот эти вот, у них там, может быть, там, миллион подписчиков, они там вот прямо вот такие селебрити, они уже, как бы, из какого-то ремесла сделали себя звездой. И ты на некоторых смотришь, ты понимаешь, да какая-то хуйня, по-моему. Ну, то есть, как бы, да, раздуто, там, поблизити, там, повезло ему, он там, Анджелине Джоли, там, на жопе что-то сделал, из этого, блин, как бы, ну, просто случайно залетело, блин, ну, как бы, бывает рендом такой, какой-то там, из World of Mouth привел ее. Но ты смотришь и говоришь, не, вот у него нету вот этой, как бы, жилы, которая должна быть у этой профессии. Чего, никогда такого не бывало у тебя? Ну, слушай, бывало, но мне кажется, вот в этом какая-то, знаешь, это юношеский какой-то максимализм или гебантизм, не знаю, как это назвать. Ну, то есть, когда я считаю, что кто-то должен быть там вот именно каким-то таким, что-то татуировщик, вот, это означает, смотри, это как раз стереотипическое, стереотипное мышление, то есть, когда я считаю, что кто-то должен быть именно каким-то. Если он рок-звезда, он должен быть там бородатый, блядь, я не знаю, в коже, короче, бухой, как бы, и там на героине отъехать в 37, типа, ну, или там в 27, сколько я не знаю. Это стереотипы. И когда мы воспринимаем мир через стереотипы, он, типа, или сходится, мы такие, о, мы, все, ты точно такой, то есть, и мы дальше туда не углубляемся. Или он чуть-чуть, знаешь, не подходит, такие, да ты просто не такой, как бы. Ну, вот, и мы, все, это просто поверхностно, это именно без абсолютного желания хоть как-то в человека погрузиться. Нет, так это как раз-таки происходит процесс погружения. Что ты это понимаешь, когда ты в него погрузился, что в момент погружения ты понимаешь, что это просто образ. Ну, просто образ, хорошо, достойно, что он есть, например, и он его вещает. Очень здорово. Я вот такой хотел привести пример. Короче, по поводу групп музыкальных мне прям что-то, знаешь, цепануло. Вот такая, по-моему, Король и Шут был, да, когда была группа, я помню, она появилась. И потом, а, нет, даже, знаешь, раньше, короче, вот было кино, слой умирает, и появляется какой-то проект, типа технология там или что-то такое. Все такие, ну, это типа вот, блядь, типа это вообще вот они спиздили образ там или что-то. И там вот есть, всегда такое было. Когда появлялось там кино, ну, и тот, кто слушал, допустим, там, иностранную музыку какую-то, да, там, Борис Борисовича какого-нибудь тоже, слушал, и что-то импортное такое. Да, типа, ты же просто оттуда все спиздил, как бы. Источник-то это вон там, а ты просто образ, который ты копируешь, ты не тот. А тот, с кого они копировали, там, как-то там, Кюрт, там, я не знаю, еще что-то. В чем-то. И каждый из них, он когда сначала опирается на какой-то образ, чтобы выстраивать, да. Но если он это делает постоянно, честно, он в этом живет, он и рождает что-то новое. И он рождает тех, кто хочет равняться на него. То есть тот, кто именно в том, в чем он вот прям настойчив, там, не знаю, вот это вот он транслирует, всегда будут последователи. Потому что человеку, мы так живем, мы живем на образах, мы живем на примерах каких-то. Если там в детстве тебе приводят в пример, как бы, не знаю, там, Колобка, там, какого-нибудь там, Мальчишки-Бальчиша, там, потом образы меняются, меняются, меняются. Мы в социуме живем, ну, как бы, и воспитание наше, наше мышление, оно вот заложено языком, поговорками, сказками, фильмами, всем на свете. Мы общаемся невыдуманными нами словами. Мы их позаимствовали. Вся культура, она не рождена. Вот, типа, и говорить, что, о, вот он явился, типа, самый новый, как бы, и прочее. И он будет говорить на новом непонятном языке, будет выглядеть, как осьминог, и вообще, ну, типа, максимально непривлекательный, но, типа, единственный, самый первый. Так, я считаю, культура так и движется. А сейчас вообще постмодерн, сейчас что-то новое, это просто микс всего, всей культуры вот так вот. Мы взяли там что-то оттуда, что-то отсюда, там, все миксанули своим именно образом, потому что человек, даже если он копирует, он копирует, это он копирует, это его, это внутренний, ну, его, как бы, ну, внутреннее переживание, как бы, вот этот образ, который он пропускает через себя, он все равно его по-своему, как бы, у него же все равно свой опыт. И он получится, вот в этом-то стремлении, и только-то все равно другой будет немного, но он будет, чем, ну, как бы, не, слушай, я с тобой согласен, вопрос в другом, ну, представь себе, давай просто на примере этого вот искусства. Вот существует какое-то многообразие произведений искусства, признанных каким-то сообществом, там, сообществом искусствоведов, музейных деятелей, не знаю, там, арт-дилеров, людей, которые заплатили за этим своим, там, не знаю, долларом, там, рублем непринципиально. Есть оригинал. Внутри этого сегмента есть масса оригиналов. И есть масса копий оригиналов, потому что копировать оригинал имеет смысл, потому что он, там, выставляется в музее, либо он стоит 100 миллиардов, там, 100 миллионов долларов, поэтому я репродукцию, там, полока повешу у себя в гостиной, и таким самым я, как бы, ну, покажу, что я, там, у меня какой-то аттачмент, у меня какой-то вкус, у меня еще что-то. Соответственно, вот, как бы, ну, цена у этого будет значительно меньше. Ну, значительно меньше. Соответственно, вот тут и разница, что ты либо копия кого-то, либо ты что-то новое, пусть и постмодерновое, как когда-то появился ПК, его считали дегенеративным искусством. Ну, посмотрите сейчас, оно стоит, там, 20, 30, 40, там, 100 миллионов долларов за кусок. А что случилось? Что случилось? Время прошло. Ты понимаешь? Не, 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 он попал. Он был современником с многими, те, которые в то время, вот смотри, был в Модельяне, у него было много современников, которые уже тогда продавались, и которые тогда воспринимались обществом. Он умер в нищете, там, продавая свое искусство, там, за портвейн, и потом, в силу времени, когда нагнуло, они признали его, как бы, постфактум, и дали ему те самые недополученные деньги, славу и знаменитость. Я тебе говорю про момент времени. Вот есть момент времени те, которые реально являют собой оригинал. Неважно, какой он. Главное, это аутентичность любая. И есть те, которые подыгрывают вот этому бенчмарку оригинальности, потому что он востребован. И вот я тебе только про эту разницу говорю, что мне наплевать совершенно, я не пытаюсь архетипировать никого. Вообще, она внутри, смотри, смотри, она безусловно есть, конечно же. Вот, ну а так, как и... Вот, ну, искусство, и сложно, знаешь, там не дают нобелевских премий, как бы, и сложно назвать картину каким-то законом, которыми, там, пользуемся, там, закон Ньютона, да, или, там, еще что-то. В науке это как-то, вот, типа, можно вот сказать, о, вот он придумал, вот он придумал, да. Этого немного. То есть, типа, людей, которые действительно, ну, там, озарение у них случилось, там, какое-то вот они сделали открытие. Вот, их не так много. Их в истории, в целом, ну, то есть, это мини-микро процент от человечества. Всем остальным, что, типа, им что делать? Вот я тебе об этом... Мне кажется, тут еще градиент есть. Всем остальным, всем остальным, да, этим нужно как-то пользоваться. Не нужно, это, вот, типа, человек сделал открытие, это подарок, вот, миру, пожалуйста, вот. И мир им распоряжается по-разному. Кто-то берет и начинает, например, зарабатывать деньги на трупах. Ну, то есть, там, вот, такой, о, как-то, ну, надо, мы живем же в капитализме, то есть, надо продавать. Продавать вообще все, все, что угодно. Сейчас современное искусство, это исключительно капитализм, как бы, вот, в своем ярком проявлении. И, вот, то есть, вот, когда, ну, 20-й, 19-й век, модерн, там, по-другому немного все-таки было, и, ну, другое отношение. Но, тем не менее, принцип тот же. То есть, кто-то, кто рождает некий образ, кто рождает, открывает какой-то закон, делает какое-то открытие, это микро-процент человечества. Остальные этим как-то пользуются. Кто-то этим вдохновляется и такой, о, мне не хватало именно вот этой микро, вот этого понимания, чтобы тоже стать, типа. И он открывает пояснение, допустим, к закону какому-то делает, да. Кто-то такой, точняк, вот эти мужики вообще классные. Я вот теорему напишу, например, да, уже какую-то, по-другому применил. Кто-то, кстати, скажет такой, здорово, это я придумал. Мое, нахуй, вот так и все, типа, буду всем об этом говорить. Вы будете, у нас два изобретателя радио, ну, вот, и будут они конкурировать, да. Кто-то по-другому, кто-то даже об этом не узнает, кто-то это обосрет, как бы, то есть, вот, что-то рождается, то есть, не знаю, божественное проявляется, что-то вот через человека, там, таблицы Менделеева, там, еще что-то. И все, и, как бы, он это, это не то, что, типа, можно удержать внутри. Я понял, но вот, ты веришь в то, что есть, я понял, но ты веришь в то, что у тебя есть какая-то вот оригинальная точка сборки. То есть, твой детерминизм, он, как бы, допустим, вот, как бы, уникален. Ну, то есть, вот... Я, вот, именно я сам по себе, как личность, я уникален. Реально. Я вот об этом и говорю. Ну, я, вот, мой жизненный путь сам по себе, и моя уникальность, она не связана, то есть, она в татуировке, там, как-то проявляется, я надеюсь, конечно же, вот, потому что, в первую очередь, как бы, я про свою жизнь говорю, потому что, вот, она уникальна. У меня огромнейший опыт, там, не знаю, я, там, в Индии долго прожил, там, где только я не попутешествовал, что, там, и практика йоги, там, длительная, я не знаю, по психологии и прочее. То есть, у меня сторонняя, как бы, татуировка, да, это то, что, ну, я живу там этим, мне очень нравится. Ремесло. Татуироваться. Да, я в этом реализуюсь. То есть, мне, как бы, нравится в этом все. Но это не единственный интерес в моей жизни. То есть, основное, это как раз то, что я в татуировке, там, пытаюсь, там, транслировать, там, как-то делать, это больше как раз навеяно-то моими некими, там, не знаю, там, не знаю, там, философское, там, не знаю, эзотерически жизненными какими-то представлениями, вот, чем, как бы, чем-то другим. Моим представлением об эстетиченности, как бы, о прекрасном, то есть, вот, о том, как тело красиво должно быть. Я на это опираюсь, как бы, и мой опыт, он абсолютно уникален, так же, как и у остальных. И пусть он будет не таким у остальных ярким, да, или, там, не таким, там, сложным, еще там каким-то, он будет другой все равно. И, ну, сказать... Да, но вот я тебе про это и говорю, что вот этот тейст уникальности... Во-первых, каждый все равно уникален, в разной степени, безусловно. Кто-то, ну, как тебе сказать... Не, ну, если уникальность заключается в том, что твоя мама была блондинка, моя брюнетка, и ты ходил в школу номер 4, а я в школу номер 5, да, это разница пути, но по факту вообще все одно и то же. И вот тут вопрос, когда ты натыкаешься, а где мы с тобой отличаемся? Вот это интересно, а не то, что где мы с тобой похожи. Например, если брать... Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Если отдалиться прямо, мы все вообще одинаковые. Мы все двумя руками, ногами как бы... Да, теперь ближе, ближе-ближе и до какого-то разумного предела приближения. Ближе-ближе, и вот я тебе как раз вот именно к тому, что вот мы, если вот раз... Как это делать, это разделение, да? Кто-то первый, кто-то второй, третий и прочее, прочее, прочее. Я точно не первый. То есть, но я уникальный. Вот, я вот так, ну, как бы, я не придумал. Окей, я просто вот услышь, вот, Михаил, услышь меня. Вот есть ли в твоей профессии люди, которые, как бы, более уникальны и менее уникальны, на твой взгляд? Да, конечно, есть. Ну вот, соответственно, есть какой-то, просто какой-то градиент. Я сейчас не говорю о том, что это хорошо или плохо. Соответственно, если ты, как бы, потребитель чего-то вот такого сочного, как бы, ты хочешь какой плод вкусить? Неспелый, либо более спелый и более сладкий? Ну, то есть, к тому, что я, мне нравится касаться вот этой уникальности в ее, как бы, максимальном проявлении. И сейчас проблема в чем? Что ты мне продаешь спелые помидоры. Я покупаю спелые помидоры в надежде вкусить спелый помидор. Говно. Соответственно, теперь сложно просто отыскать человека, который, если раньше, допустим, нанесение на себя образа говорило, что ты мужчина, значит, я к тебе отношусь как к мужчине, и это будет стопудово так, потому что, блядь, инициализация ебнутая. Ты должен быть завалить мамонта, сожрать его кровью. То есть, это человек реально меняет. Теперь, инициализация, я просто что-то на себя наношу, и я автоматически становлюсь как бы интайтлит к отношению к себе такого рода. Я мужик, значит, никто не спорит. Да, он мужик, у него же написано в Инстаграм, что он мужик. Я говорю, погодите, а проверить? А что, если он просто это как бы сказал или просто набил? Ну, через 20 лет, может быть, если он постоянно будет отстаивать этот титул, конечно, может быть. Но сейчас-то я к тебе должен... Конечно, да. Через 20 лет, может быть, ты станешь мужиком. Тогда и говоришь, что я... Так ты для себя реши, как ты будешь относиться... Смотри, тут я не понял... Тут связи, смотри, именно такой... Я не... Нету... Ты начал с того, что... Смотри, ты начал с оригинальности, да? И вот с первого. А вторая часть, как бы, это типа, а кто это? Ну, то есть, что транслирует человек? Это, ну, по-разному. И каждый, кто... Ну, вот, человек идет за татуировкой. Кому-то очень важна уникальность и оригинальность. Кому-то очень важна, наоборот, традиционность. Как бы, вот. И, ну, как бы, в традиционной культуре, в традиционной татуировке, вот как в иконописи, вообще нельзя... Ну, никто не ставил свою подпись. Это просто то, что идет от древности, от предков. Оно, типа, должно сохраняться максимально неизменным. И тогда оно вот максимально пиздатое. Мастер в этом плане, это только тот, кто передает, как бы, традицию, да? Кто-то идет за оригинальным стилем. Кто-то говорит, не-не-не, а я, наоборот, хочу быть. Не как, типа, часть этого племени одинакового где-то. А я хочу максимально отделяться. Максимально выделяться. Один хочет походить, быть в трайбе. Другой хочет максимально выделяться из этого трайба. И вот смотри, и те, кто делает максимальный трайб, какое-то максимальное что-то традиционное, они тоже, по сути, они первые в своем деле. Они передают, они традицию несут. Есть художники вообще очень крутые, которые начинают татуировать. Просто художник со своим стилем уже, когда начинает колоть, да это вообще разъеб. То есть там такое бывает, то есть я там в жизни бы сам даже, ну, там, сейчас уже многое посмотрел, но когда там, не знаю, лет 15 назад даже, ну, я видел каких-то там европейцев, которые, ну, прям художники начинают делать какой-то прям арт на телах. Просто пиздец, ну, типа, такого не придумать. Вот. И тут вопрос, типа, хочу ли я на себе иметь чей-то арт? Я вот именно в плане какого-то такого там экспрессия, мне нахуй не надо вообще. Я не хочу этой оригинальности. Я во многом более традиционалист. Мне, ну, как бы, больше близка традиционная какая-то, ну, более традиционная тема. И да, каждый, конечно, мастер ее исполнит по-своему, и в этом будет часть его стиля и так далее. Но за такой прям именно мега, как бы, экспрессивной оригинальностью, ну, в плане, за счет вот именно, ну, какого-то вот этого вау-эффекта, необычности и прочее, что первый это, вот это тот, кто первый это придумал, мне вот как бы, ну, не особо. На мне есть работы прям очень крутых чуваков, которые прям придумали эти стили. То есть на мне вот прям очень много работ, которые вот основоположники стиля, то есть там вот там дружба мне делал. Он придумал просто вот орнаментал летаем. Ну, это он придумал огромное течение, которым сейчас пользуется огромное количество мастеров. Вот, офигенный пример. Короче, вот чувак, Сергей Мердок сейчас живет в Штатах, там вообще движуха пиздец. Вот мы долгое время, много лет работали с ним вместе в одной студии, и я видел, как человек, ну, там, начав с чего-то, вырабатывал прям именно свой стиль, как долго, мучительно над этим работал, пытался людям это внедрить и так далее. И у него получилось. И вслед за этим это был просто взрыв. Прям новое как бы течение на рынке прям. Короче, вот буквы и орнаменты. И, например, я, который видел, ну, как это рождалось, я знаю, кто источник. Я знаю, вот он. Но, например, вот есть он, и сейчас, ну, там, не знаю, тысяч, десять, ну, там, пять, там, две, похер. Очень много, несоизмеримо больше мастеров, которые работают в этом стиле. Я тебе хочу сказать, что вот об исходнике и об оригинале, ну, не так, чтобы знает большая часть из них, они просто увидели, о, классная штука, я ее спичу, буду делать в таком направлении. И люди, которым это делают, им в целом, как бы, кто там был. Ну, тот, кто я говорю, это именно осознанная работа человека. То есть он сначала увидел картинку, понравилось, хочет изучить, он погрузится глубже, он найдет того, кто именно, да. Но еще хочу заметить, что не факт, что тот, кто придумал, там, да, вот у Сереги, например, просто высший уровень, как бы суперкласс. Но я знаю, например, мастеров, которые, ну, там, 20 лет назад, там, 30, они придумали, ну, определенные техники работы, да. Вот они придумали их, они научили кого-то, кто стал просто пиздец популярным. То есть просто вообще. И первым стал именно он. И этот человек, ну, может, он говорил, он такой, ну, да, меня этому научил. Вот этот тип, этого типа не знает вообще никто. Вообще просто даже близко как-нибудь. Ну, и вот тут вот что, вот вопрос как бы, где? И вот как бы то, чему научился, тот чувак, он реализовал это просто в высшей степени. Он еще другому научил. Да, но ты ничего не кажется, что вот, я сейчас смотри, вот есть, вот представь себе, что вот, ну, есть первоисточник, это как бы отдельно. Если у тебя довелось в твоей жизни общаться с первоисточниками, то ты уже можешь говорить, что твоя жизнь прожита не зря. То, с чего все началось, это вообще удивительно. То есть, как бы, я вот ни с одним первоисточником не общался в своей жизни. Ну, то есть, как бы, это все были какие-то копипастеры, и я сам копипастер, то есть, я ни одной оригинальной мысли не создал. А представь себе, что тебе удалось. Так вот дальше. Вот представь себе, что есть определенное, как бы, качество человека, как бы, определенная совокупность каких-то, не знаю, нейронных связей, определенного, как бы, чувствительности, не знаю, твоих когнитивных гаджетов, которые дают тебе доступ к этой эстетике. И это такой, как бы, некий, какие-то характеристики вот этого биологического юнита. И дальше информация, и она так проливается. Знаешь, представь себе, что ты в баре, и ты разливаешь, как бы, в кучу разных вот этих сосудов, как бы, и в кого-то попадает ровно идеально, как бы, этот сосуд, он идеален для того, чтобы впитать в себя это. И еще, возможно, у него есть экстра какой-то там скилл, который позволит это сделать. Допустим, у него еще коммуникативные способности, он и понимает, как это продавать. У того человека, он просто художник, он просто гений, он просто создал, но у него коммуникативные, он не понимает, как убеждать, у него нету достаточной медийности, какого-нибудь вот этого змеюст языка, да. А у того это было в наборе, и бам. Но изначально, когда ты переливаешь что-то из чего-то, то ты либо подходишь для этого переливания, либо нет. И теперь, как бы, люди говорят, я себя волью вот это, как бы, я волью себя, что я классный коммуникатор. Буль-буль-буль-буль-буль. И он идет, говорит, я себя это влил, я классный. Я говорю, нет, ты не классный. То, что ты считаешь себя классным, и то, что ты в себя что-то влил, курс, книгу, сходил учиться там куда угодно, не значит, что твой биологический юнит приспособлен для вливания тебя вот этого чего-либо. Да, ты будешь лучше, чем средний по больнице, но ты не будешь тем, которые когда-то эти азы вообще, как бы, изобразили, как бы, они смогли их, как бы, описать, смогли создать, концептуализировать это. И вот тут вопрос, понятно, что я вообще никто, и понятно, что я не имею права судить, и то есть вопрос не в этом. Это же не значит, что если у тебя нет права судить, что ты не можешь этот вкус ощущать. То есть я не могу судить шеф-поваров, но я могу просто тупо попробовать и свой примитивный вкус, это вкусно, это невкусно. Вот я скажу, что ты великий шеф-повар. Я говорю, ты мне похуй, ну я ем, ну невкусно мне. Ну извините меня, извините меня, невкусно. И, соответственно, вот ты берешь свой индивидуальный вкус, индивидуальное свое восприятие жизни. Я сейчас не претендую, что она правильная, мне похуй, правильно, неправильно. Я просто что-то тестю и говорю, так, ну как бы, видал и лучше, видал и хуже. Вот и все. То есть вот в этом вопрос, вопрос не в этом, вопрос в том, что когда ты натыкаешься на что-то, что называется как бы, ну как бы, что в момент времени сочетание каких-то качеств должно приниматься как некий бенчмарк, и никто это не оспаривает. Я вот сейчас об этом. То есть ты из себя создал правильный образ, создал правильные татуировки, создал правильный какой-то антураж, и, соответственно, как будто бы все должны сказать, что это классно, как король голый. И все такие, да. А ведь это неправда. И то, что ты говоришь, что с временем это к тебе прилипнет, и что через время ты действительно станешь тем, кто вот как бы вот таким, я говорю, вот тогда и поговорим. Ты доживи сначала 20 лет плюс вот в этом образе, вот в этой борьбе, потому что будут антагонисты этого образа, они будут тестить тебя, они все будут как бы целовать тебя в обе щечки. И вот если ты проживешь, я тебе пожму руку и скажу, чувак, молодец, хуеть ты путь прошел, что-то сам о себе выдумал в детстве, и вот как, знаешь, у меня был разговор с этим скрамником, он в 4 года решил, что он станет чемпионом мира. Ну, не знаю, как он решил, с чего он вообще взял, что у него получится, но решил и сделал. Вот тут, чувак, балочага. Как бы, да я тебя обниму, ты крутой. Но когда ты решил, что ты стал кем-то, и потом вот как бы ты не дожил до этого, ну как бы, извини, гипотеза не срослась. Ну, только это вот временем только и проявляется. То есть вот если бы Крамник, например, 8 лет сказал, я буду чемпионом мира, ну, то есть, и вот друзья там по горшку как бы в детском саду, ну, что бы они ему сказали, блядь, заливай как бы, давай вот мы с тобой встретимся через 20 лет и поговорим как бы. Но внутреннее самоощущение у человека, то есть видишь тут, мне кажется, вот этот вот, знаешь, это разговор именно как ты со стороны именно оценивающего, то есть, что типа вот кто-то, ну-ка давай ты кто-то докажи мне, такой ты или не такой. А тут человек вроде, вот живет он, вот мы с тобой, вот я есть, есть ты. И вот что для тебя как бы вот основное? Ну, давай я про себя, про себя я буду говорить, да? Что в целом, что вот мы с тобой два человека. Моя вот, ну, как бы ощущение, вот чтобы мне было, точнее, вот заебись, нормально, комфортно жилось, вот я чтобы максимально какой-то счастливый себя чувствовал, то есть, вот я вот так вот, мне хочется, чтобы было вот так. Я стараюсь, чтобы вот оно как-то так, знаешь, было. И, допустим, что-то, конечно, в моей жизни может зависеть от оценки окружающих. Ну, так сложилось, вот у меня внутренне как-то так получилось, не знаю, протестный характер, там, еще что-то там. Вообще, как бы мне было вот прям активно насрать всегда. То есть, я вот боролся с несколькими словами. Социум, ну, то есть, у меня не очень, ну, несколько все равно внешность, там, чуть такая, не совсем стандартная. Какие-то татуировки, то есть, там, борода. Сейчас вполне себе стандартно. Сейчас, как бы, никто на тебя пальцем топить не будет. Но я могу сказать, что я родился в очень маленьком заводском городке, то есть, прям, в глубинке, и прожил там вообще до 24 лет. Там, ну, я закончил аэрокосмический универ, там, я там, 7 лет ездил на электричке в соседний город, просто учиться в институт. То есть, ну, какая-то жизнь прошла. И вот все студенты, она уже тогда проявлялась. То есть, моя, как бы, вот эта социальная позиция, она была и тогда. И, ну, и я наталкивался вот на это. То есть, вот тоже, о чем ты говоришь, вот эта проверка, да? То есть, меня мир проверял. То есть, там, ну, потому что отстаивать несколько свою позицию, свой стиль какой-то, ну, просто транслировать в мир, ну, бывает, значит, все равно соприкасается с ним. Что, типа, ну, ты знаешь, нет, ты, пожалуйста, ты тут оденься вот так. Или ты надо постричься, там, надо побриться, там, что-то еще, как бы. И, ну, вот лично меня он постоянно мир проверяет, что, типа, ты такой. Вот видишь, у тебя был резистанс. То есть, ты свое право быть тем, кем ты есть, отстаивал. Сейчас ты можешь быть кем угодно, и никто не будет сопротивляться этому. Поэтому, как я могу знать, что ты готов плоть отдать свою, за свои слова, за твой образ, если никто не требует этого подтверждения? Ты, блядь, ездил на электричке, выслушивал, наверное, какой-то там комментарий, блин, какого хера, там, какой-то панк, там, еще что-то. Внутри была борьба, ты был антагонистом от этого культурного. И ты, выстояв это, дослужил право быть тем, кем ты являешься. Сегодня я могу назвать себя кем угодно. Я могу прийти в бабский ресторан, в бабскую, блядь, комнату, сказать, я женщина, блядь, вывалить свой хуй и сказать, ну, че, блядь, какие-то вопросы есть у кого-то. Я женщина. И имею право смотреть на ваши сиськи и быть вашей, и все, и никому доказывать ничего не надо. Слушай, право быть тем, кем я есть, у меня было всегда, и оно вот у всех как бы присутствует всегда. Оно есть, но сколько ты готов за это платить? Так это вот именно вопрос каждому человеку отдельности. Кому-то, может быть, это нахуй не надо. То есть, я, знаешь, я тебе не скажу, что, типа, вот эта позиция, которая вот у меня, там, она какая-то правильная, и все должны, там, вот это что-то въебал, там, с кем-то постоянно бороться, там, за что-то драться. Ну, нет, я так не считаю. Я, ну, у всех вообще разный опыт. Татуировщики сейчас, то есть, у меня, вот я был когда, не знаю, 10 лет назад, у меня были более жесткие прям позиции. Я считал, что, что нахуйня, ты как это так, татуировщик без татуировок? Такого вообще не бывает. Типа, это просто, типа, какие обезболы? Человек должен вытерпеть вот это, он должен заслужить там что-то, еще там что-то. Он должен, этот должен быть таким, а этот должен быть таким. Вот я чуть вот повзрослел, вот, и считаю, что это просто, блядь, какой-то, ну, это нездоровая какая-то позиция. Чего я вообще, вот, ты это должен, это должен. Ни хера никто мне ничего вообще не должен. Сейчас не вопрос в должествовании. Вопрос того, вот представь себе, ты встречаешься, встречаешь чувака, он тебе говорит, я чемпион мира по боксу. Я говорю, окей. Я проверять не буду. Я проверять не буду. Вот, и вот благодаря тому, что все, которые сейчас говорят о том, что мы повзрослели, типа, моя жизнь просто комфортная. Чувак, ты живешь, у тебя все в елочку, ну, может быть, не в том самом идеальном мире, но в какой-то мере. И, соответственно, у меня вопрос возникает. Это не потому, что у меня есть до этого дело, либо потому, что я заебанный какой-то, либо у меня какие-то травмы, либо еще что-то. Я просто, как бы, окей, ты себя как-то назвал. У меня есть право либо это проверить, либо не проверять. Так? Но я предпочитаю проверить, потому что, исходя из того, что ты мне сказал, у меня выйдет тебе определенное отношение. Если ты чемпион мира по боксу, я реально буду фильтровать базар, потому что ты мне можешь ебнуть, и у меня вылетят зубы. Если ты напиздел, что ты чемпион мира по боксу, я могу свой язык развязать, потому что знаю, что ты это все пиздешь, и ты даже, если захочешь, еще тебе придется со мной побороться. Но когда в этот самый момент, когда я прошу тебя подтвердить, ты говоришь, не, я ничего, я не провалидирован, у меня нету там пояса федерации никакой, и я тебе говорю, пойдем на ринг, ты говоришь, не, я не пойду, я сегодня не в настроении, я должен просто верить твоим словам. И вот вопрос то, что все люди, сейчас вот этот низкий уровень дудилидженс, когда все просто верят словам, появляются вот эти лжепророки. Я там то, я там все, я все, и проверять не как бы дурной тон, и то же самое, риторика такая же. Ой, я повзрослел, Марк, повзрослей, какое тебе дело? Что ты там доебался? Ну, что тебе не важно? Мне действительно похуй абсолютно, как ты хоть угодно себя назови. Если ты называешь себя эльфом, ну, хоть уши покажи эльфийские. Ну, как бы, что тут? Если ты гений какой-то, ну, как бы, а в чем она гениальность твоя проявляется? О, я написал две книги, я говорю, да сейчас GPT за полчаса напишет книгу. Вообще, не нужно быть для этого гением, она... То есть, где вот это вот? Но ты ведь это продаешь. У тебя есть валидация. Посмотреть на тебя. Я татуировщик. Окей. Отматываем 10 лет назад, и он 10 лет татуировщик. Посмотри, сколько людей он, как бы, иголкой стыкал. Посмотри, сколько позитивных комментариев. Посмотри, сколько... У тебя есть хистори, которая дает мне основания говорить о том, что ты есть тот, кем ты себя называешь. Когда ты вчера появился в Инстаграм и сказал, что ты ниндзя, откуда мне знать? Ну, откуда мне знать? Вот. И тут вот этот вопрос уже, смотри, это именно, как сказать, вот ты требовательный, условно, ну, какой-то, не знаю, вдумчивый, требовательный, такой, как бы, более... Это не требовательный. Ну, такой глубокий, сложный. Это правило игры. Назвался груздем, полезай в кузов. Назвался боксером, пошли на ринг. Вот это... Я именно... Если это перевести в условные, как бы, такие отношения, то есть продажа и покупка продукта, условно, да, то есть тебе, ну, кто-то говорит такой, я такой-то. И человек это или берет, или не берет, например, или проверяет и берет. Это вот именно... То есть большинство людей в целом не обладают каким-то серьезным критическим мышлением. И, ну, вот так случилось, как бы, нормально. То есть, и они такие, такой, да, похуй вообще, такой, такой, будут с тобой так взаимодействовать. Потом раз там, ну, не получилось, надо было, наверное, проверить. Следующий раз проверим. То есть, вот ты сразу задаешь этот вопрос. Так, мне, пожалуйста, ты вот покажи вот это, вот это, вот это, и тогда ты точно, значит, я с тобой тогда точно буду взаимодействовать. Буду общаться с тобой так, как ты себя называешь. Да, 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 да. Именно вот это. По большей части люди, вот они погружены в себя, да, кто-то там говорит, я такой-то такой, окей, все, ты такой-то, давай, мы будем с тобой делать точно. Ты у нас чемпион по боксу, охуенно, мне как раз надо размотать. Я тебя возьму с тобой на разборке. А пришли на разборке, ты фухую, дыра оказался, и меня отмедохали. И, короче, вот, и выхватили, телека, и роче, да ты ж чемпион такой, да я ж не пиздел. Ну, как бы, хоть по счету, а так-то нет. Вот видишь, не получилось, как бы. И вот с татуировками так же, кто-то такой, бля, татуировку хочу, короче. Во, смотрю, написано тату, вот такой, сможешь мне сделать, вот это, человеку, как бы, ну, деньги нужны, такой, да, конечно. Так, блядь, не получилось. Упс, упс. Это, это именно, да, это уровень, как бы, тут уже, каждый волен говорить все, что вообще ему угодно, позиционировать себя, блядь, как угодно. И тут уже вопрос, скорее, к тем, кто это принимает, или не принимает, или проверяет. И тут, ну, человек изначально не обязан ничего никому доказывать. Ему достаточно просто, по идее, своего слова. То есть, он такой, я такой-то. И мир вокруг говорит, ну, заебись, берем тебя таким. Или он говорит такой, ну, нет, давай-ка ты нам покажи. И тогда, ну, вот мое портфолио, как бы, да. Подожди, очень важный момент, что если, подожди, ну, тут же понимаешь, какой вот вопрос? Я с тобой согласен, что никто никому ничего не обязан, никто никому ничего не должен. Это, сейчас, не вопрос этого. Вопрос того, что ты, допустим, позиционируешь себя как-то. Соответственно, если я не валидирую это, а просто принимаю это за чистую монету, то я могу с тобой вести так, как в моей голове предполагается, можно вести себя с человеком, носителем этой идентичности. Но если я начинаю вести себя так, возможно, у меня неправильные представления, возможно, набор моих, там, как бы, архетипов, или, там, каких-то этих, как ты сказал, этих, как-то стигматов, как, блин, слово вышло из головы, стереотипов, они неправильные, что у меня есть некое стереотипное мышление, как ведут себя люди, называющие себя как-то. Ну, допустим, если человек называет себя специалистом по коммуникации, значит, он может вообще разъебать меня в коммуникации как угодно, потому что как ты эксперт. Если я знаю, что боксер чемпион мира, то он меня мудохает вообще легко, потому что я никто. Если человек называется чемпионом мира по тяжелой атлетике, то я буду понимать, что я не буду с ним тягаться, потому что нехуй делать, он олимпийский чемпион. Если человек президент, там, не знаю, России, Америки, то я не буду считать, что, как бы, я могу претендовать на его там что-то. Соответственно, хотя Байден, блин, как-то очень сильно изменил представление об этом. Но, в общем, не в этом смысл. И получается, одно дело, когда у тебя есть ремесло. Вот с ремесленниками все куда проще, наверное, поэтому у тебя, тут вот как бы в силу, у меня касания больше других. Вот ты, у меня недавно был парень замечательный, он ювелир. Там все просто. Как бы, понятно, что вопрос вкусовщины, но это вообще другая история, да? Мне может не нравится то, как ты делаешь, но ты делаешь это охуенно. Так? Потому что у тебя есть понимание. Но это легко пощупать. Я смотрю, говорю, охуеть. Даже просто сам факт того, что он это сделал и как бы не зафакапил, это вообще уже как бы безотносительно к тому орнаменту, безотносительно к концепции. Просто классно сделано. Смотрю на его изображение, какие-то кольца там, какие-то ювелирные кишки. Я смотрю, у меня руки с жопы, я бы никогда в жизни это не сделал. Вот. Но когда ты мне вбрасываешь что-то, что нельзя пощупать, свой какой-то скилл, вот какой-то такой, знаешь, как бы софт, и ты утверждаешь, что это так, и у меня нету возможности это пощупать, и ты лишаешь меня этого права, то я буду относиться к тебе, получается, так, как ты себя называешь. И когда в этот момент получается, ой, Марк, а что ты так себя ведешь? Я говорю, погоди, так ведь с такими, как ты, можно так легко себя вести, потому что для тебя это вообще не должно быть проблемой. Потому что ты носитель этого знания, по факту, ты вот как бы, у тебя это перелили, вот это, и ты должен уметь это легко делать, для тебя это вообще не проблема. И получается, ой, нет, соответственно, что-то не то. Вот он гэп между твоим репрезентацией себя и твоим фактическим я. И вот здесь вот, у меня только об этот зазор. Мне не важно, ты убери этот зазор, покажи мне себя оригинального, оригинальную заготовку покажи, я же не буду ее осуждать, я сам урод. Ну то есть, какая разница? Ты мне покажи себя оригинального, какой вот, вот есть некая экстеншн в идеальный я. Да, понятно, люди выбирают профессии, которые максимально монетизируются в наше время. Все это нормально. Скажи, Марк, я это выбрал не потому, что это мое призвание, а потому что, блядь, на этом денег можно заработать. Супер. Либо это мое призвание. И действительно, смотришь на чувака, ему похер вообще на все, он какой-то там живет, хрен по имени где, и просто добит с утра до вечера. Ему нахуй больше ничего не надо. Плошь кориса, и главное, чтобы было тело, на котором можно было что-то колоть. Чувствуешь разницу? Либо там, о, нет, там такое вот сякое. Ну, я считаю, что художник, во-первых, абсолютно необязательно должен быть голодным, где-то там сидеть и там что-то за ложку риса делать. И это вообще как бы усваревшая концепция, я считаю. Не, не должен. Просто если тебе это нравится, то ты можешь так жить. Не должен, а можешь. Ты будешь, а, ну тут вот вопрос, типа, будешь ли ты это делать, если в этом не будет нужды, наверное, да? Да, то есть вот тебе как бы вот если это не надо тебе это вот то самое богатство или еще что-то, а тебе просто хочется делать то, что ты делаешь. Вот у меня стандартный вопрос. Что бы ты делал, если бы в твоей жизни не нужно больше было ни дня работать? Работать в широком смысле это делать что-то, что тебе не нравится в обмен на деньги или время? Ну, у меня, видишь, как получилось, что я уже долгое время делаю то, что мне нравится. Вот. Но тут есть, да, что все равно я этим зарабатываю и я, конечно, ну, я понимаю, что я бы, наверное, лет в 60 уже прямо татуировать, там, не знаю, в 50 с чем-то, наверное, не хотел бы, тяжелое все-таки дело. Вот. Занимался бы, возможно, чем-то другим, как бы. Но только вот исключительно все-таки, ну, что сложный процесс. И то не факт. Может быть, я все равно это оставлю до конца жизни, потому что это охуенно. Вообще, это прекрасное занятие. То есть, и тут даже вот эта картинка сама по себе, это только малая часть татуировки. То есть, вот как бы сама вот общение с клиентом. То есть, это же взаимодействие просто абсолютно уникальное. Ничем другим в жизни ты не сможешь. Ну, то есть, так вот это типа контакт с человеком, то есть, вот именно вот с телом длительное время. То есть, там, ну, вот это. Человек переживает что-то там, боль, там, свои какие-то внутренние процессы. Ну, само взаимодействие для меня очень важно. Для меня татуировка это как раз больше процесс именно сам. То есть, это вот, вот это. И было бы вообще охуенно, конечно, если бы у меня, ну, сколько-то там падало бы денег в месяц. Я бы мог делать только то, что вот я хочу. То есть, на той скорости, какой мне надо, чтобы вот я людей, ну, не напрягал особо, как бы, ценникам. Ну, потому что у меня сейчас, ну, прям, выше среднего и, ну, дорого, типа, дорого стоят татуировки. И, например, проекты, которые бы я хотел делать, ну, вот, ну, не так много людей, которые это вытянут реально, финансово. Я, ну, как бы, иногда вот просто за то, что, типа, мне хочется просто пиздец делать вот это. Мне хочется сделать вот это красивое. Я там сделаю скидосы, еще что-нибудь. То есть, я пойду навстречу обязательно, потому что для меня все-таки в первую очередь это вот именно, ну, я это сделать хочу. Хорошо получить за это денег и много денег, это вообще заебись. То есть, это прям очень классно. Ну, как бы, в первую очередь. Вот. Это прям идеально. И я понимаю, ну, то есть, я сейчас вот там другую осваиваю тоже потихонечку какие-то профессии. Там все равно я всю жизнь учусь. Я понимаю, что лет через десять, то есть, я что-то, короче, будет уже совсем по-другому. Даже там через три-пять, как бы там какие-то смежные проекты, то есть, там что-то. Ну, и вот когда этот баланс будет другим, то есть, когда основным все-таки источником дохода станет не татуировка, вот. я скорее всего именно по меня, возможно, чуть вот ценовую политику все равно оставлю. Ну, я буду татуировать прям, но что-то чуть-чуть немножечко по-другому. То есть, вот это, потому что именно вопрос скорости. Потому что сейчас есть элемент работы. Тебе нужно укладываться в таймфрейм, тебе нужно удовлетворять все равно потребность клиента в каком-то все равно. То есть, вот этот элемент надо, он может быть убран в момент, когда тебе можно не надо больше это делать. Ну, тут даже знаешь, короче. Как кто-то являешься, когда тебе ничего не надо, тебе не нужно отзеркаливать себя, политкорректно вести себя. Вот это, вот понимаешь, вот когда, я говорю, отключи все слои, которые только можно отключить. Вежливость, интеллигентность, попытка меня обидеть. то есть, вот это все. Ты просто прояви себя вот в своей, как бы, вот такой wild nature. И вот это ты. А дальше я уже буду смотреть, ага, ты себя здесь ужал, потому что так, здесь ты себя ужал, потому что тут это нужно. Но это разговор с человеком. Когда же ты общаешься всю жизнь с какими-то аватарами, которые, как бы, вот тебя достраивают до всех этих бенчмарков, ты вообще не понимаешь, с кем ты разговариваешь. То есть, ты похож как на Колю, ты на Васю, ну не ты конкретно, а кто-то другой. Вы говорите одними и теми же словами. Правда у вас одни и те же мысли, вы же все разные? Откуда ты взяты? Ну, это, да, да, конечно, ну, все люди разные. И просто вот, видишь, мы сначала, ну, встречают по одежке, то есть, ну, по-другому же никак не встретить. Вот ты увидел человека, то есть, вот ты, ну, как бы, его человек себя позиционирует своим внешним видом, просто там на словах, там как-то. Ну, а дальше уже, то есть, вот идет, как бы, как это, вот эта фаза контакта, знаешь же, преконтакт, как бы контакт и, ну, разрыв контакта, то есть, вот взаимодействие между людьми. То есть, вот мы, вот такие встречаемся, да, и там иногда сразу может не срастись, то есть, прям пиздец, как-то, так не случилось. Вот, если, ну, и появляется интерес какой-то, наше вот именно взаимодействие, вот эта фаза контакта, она прям в пик такой поднимается, и мы прям, знаешь, раскачиваемся, такие, да, 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 блять, ну, на самом деле, именно да, как бы, и мы прям, охуенно, и вот мы пережили, вот вместе вот это эмоционально, там, не знаю, сделали проект, что-то, ну, прочувствовали друг друга, и такие, все, и надо его плавненько завершать, как-то, ну, все, давай, пока, пока, и вот, и как раз вот в фазе контакта идет вот эта проверка определенная, то есть, когда вот человек говорит такой, а я, ну, там, что-то знаю, допустим, я математик какой-то такой, о, заебись, поговорим про Лагранжа какому-то, ну, такой, типа, ну, не получилось, ну, не случился контакт, то есть, вот именно на фазе, вот как бы, когда мы начинаем вот этот преконтакт, то он заявил себя так, да, или вот, я не знаю, там, как раз очень культурный, там, человек какой-нибудь такой, выглядит там здесь прям импозантно, начинаешь с ним говорить, а он там не может двух слов связать, как хабалка какая-то, все, контакт не случается, то есть, у меня сразу, не, у меня случается, мне не важно, как ты, вот, подожди, вот у меня как бы вопрос в том, что я никогда не теряю надежду, то есть, у меня не важно, какой будет преконтакт, я говорю, так, окей, шаблон другой, пофиг, значит, ты в костюме выглядишь импозантно, но быдло, похер, у меня есть такой шаблон, чпок, два соединя, продолжаем разговор, то есть, единственный случай, когда коммуникация прерывается, это потому, что мой собеседник сливается, я никогда в жизни не ушел от дискуссии, никогда, я оставался, даже меня пиздили, я уже как бы уже все там, бежу, я говорю, сука, сука, это сразу порву, в этом плане, я имею ввиду, что не случается контакт с тем, как бы, блять, с тем образом, который подошел, то есть, вот, как бы, вот подошел боксер, пым-пым, ну, типа не случилось, и я уже все, я не говорю с ним, как с боксером, я не говорю с ним, как такой, а-а-а, так у тебя тут в пиджаке наверняка семки, как бы, давай, отсыпай и пошли, на картах посидим, с тобой перетремся, хуйню, как бы, импозантно, вот, и, тогда уже другое, то есть, мы, вот, мы встречаемся по одежке, то есть, мы такие, ага, и примерно представляемся, ну, когда, вот контакт. Слушай, ну, почему, вот согласись, когда кто-то тебя вот так увидел, и говорит, слушай, пойдем на картах, посидим, семки поплюем, по факту же в этот момент ты сказал, блин, другая, пошли, но когда почему-то, я это делаю, люди наоборот пугаются, то есть, конечно, возможно, в 90% случаях я не попадаю, да, вот, как бы, я не попадаю в то, что у тебя семки, ты говоришь, чего ты взял, у меня семок нет, сам трясет там у него семки, они почему-то, вот этот камин-аут этот, хотя, казалось бы, это же наоборот, то есть, кто-то тебя готов принять таким, какой ты есть, да супер, ну, ладно, ты какой-то, что-то там нафантазировал про себя, что ты там какая-то супер там богиня психологии, ну, окей, мне пофиг, что угодно рассказывай, пойдем, ну, я же, как бы, принятие то, что я увидел за вот этим фасадом, твою какую-то, возможно, вот, как бы, аутентичность, если можно так сказать, то в этот момент должно быть, наоборот, облегчение, фу, не нужно что-то из себя выебываться, сейчас пойдем, все, мы поговорим, это должно быть легко, но почему-то люди, конечно, ну, почему, ну, прикинь, человек работает над своим образом, он такой, блядь, я такой, я такой, такой, короче, такой, и ты такой, сразу с ним, ой, да ты же совсем другой, да пиздец вообще, что это, ну, я тут это работал, создавал там, вот это все, и мне что, сразу от этого отказаться, ну, как бы, не, я буду вообще, нифига, ты, ты, ты знаешь ли, я все-таки такой, блядь, вовсе, вот, ты не угадал, слушай, ну, тогда пиши мне, вот с позиции, вот твоей точки зрения, скажем так, вот с позиции твоего опыта, пережитого сценария, всех, вот просто, вот у меня как бы совет, запрошенный совет, вот представь себе, вот ситуацию, когда, допустим, ты понял, что я тебя раскусил, но ты не можешь свалить свой аватар, потому что ты слишком много времени вложил, это там, пиар, там, вот это все твоя история, персональный бренд, получается так, имею ли я право, зная, что ты понял, и я понял, что ты не тот, кем ты себя называешься, вытащить наружу тебя оригинального, ну, не на чем-то катание, как-то сманипулировать, как-то сделать так, чтобы выперло это наружу, если в этом, ну, как бы, есть некая как раз договоренность, цель, то есть, типа, мы общаемся, договоренности нету, я что хочу, то я делаю, принимать это, либо не принимать, интервью, там, то, ну, то в целом-то, да, как бы, это же общение, мы начали общаться, мы о чем-то говорим, ну, типа, давай посмотрим, как оно там у нас, типа, сюда сложится, туда там, сложится, не сложится, ну, как бы, мы уже пошли на контакт, то есть, ну, как бы, мы начали говорить, ну, все, типа, начали, как бы, и мы же не знакомы, типа, как там оно, что, вот мы находим общие темы, и, ну, и вот взаимодействуем, как бы, если ты, ну, в процессе чувствуешь, что такое, ага, ну-ка, я здесь, 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 да там вообще может такая хуйня поперечь, что угу-гу, ну, типа, но в этом-то и есть, именно, в этом-то и есть тема, что, конечно, сидит и такой, ну, а ты такой классный, у тебя тут, кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку, Крылов написал это давным-давно, и вот этот интернет сейчас, это вот это. У тебя тут очки, и вот все друг друга такие, а ты такой, да нет, это ты пизжи вообще, вот и мы такие все, ну, можно на это смотреть, но и кому-то, на самом деле, такие, ну да, блядь, я остальных так же буду хвалить, охуянно вообще так, друг друга погладили, но интерес, то есть, в целом, человеку больше интересна именно какая-то, ну, когда есть какой-то клинч, то есть, там, какая-то, не знаю, там, борьба о выяснении, какой-то живые, как-то эмоции. Взаимное карабканье, я бы это так назвал, взаимное карабканье. Просто когда там, типа, знаешь, очевидно какой-то там, местный, неудобный вопрос, там кто-то там, хе-хе-хе, улыбается, вот, а по идее-то как бы, ну, надо было сказать, да ты нахуй, иди вообще с такими вопросами. Да, это нормально абсолютно, и вот так я понял, значит, я что-то попал. И оно более, конечно, оно живое, интересное, люди уже, то есть, вот, как бы, вот эта роль социальная, когда играется, все равно, блядь, эта некая натужность, она проявляется все равно во всем, как бы, это в мимике, ну, видно, как бы, в реакции их человека. Просто вот, знаешь, ну, вот это вот откуда, на твой взгляд, у людей, вот это вот, ну, как бы, они считают, ну, те, кто ведут подобный образ жизни, я сейчас не говорю про всех, естественно, это меньшинство, да, но просто вот, откуда у тебя комфорт внутренний в том, что ты думаешь, что ты классно играешь эту роль? Ну, то есть, когда вот, ты знаешь, ну, очевидно, что ты, как бы, херов, то есть, как бы, не Ди Каприо ты, не ты, не там, ну, не какой там, не Джонни Дэмп, ну, видно, что ты херовый, и справляешься с этой ролью, там, вся твоя мимика, все твой бодиленгвич, в общем, весь тот самый, вот этот вот, как бы, невербальный, вербальный бушет, который обволакивает нашу дискуссию, говорит мне о том, что что-то тут не то, и вот комфорт в этом пребывании, что, потому что по-прежнему, мы говорим, возвращаемся в мир, где прямо люди говорят, прямо, девочка мне из инфобиза говорила, я говорю, слушай, что у вас внутренний, как бы, условно, такой этикет, вы, как бы, ну, друг друга за руку не ловите? То есть, они говорят, нет, это дурной тон, то есть, нельзя, как бы, вот этот вот гетча момент, да, когда ты, как бы, слушай, бушет какой-то несешь, они все несут, условно, бушет, и они, никто себя, как бы, этот дурной тон, всякая там токсичность, абьюзивность, там, не знаю, как-то, любимое их выражение, обесценивание своих талантов, и, соответственно, когда ты привыкаешь жить в таком энвайрменте, где, как бы, все тебя хвалят, и все друг друга хвалят, это такой некий, как бы, хороший тон, никто не оспаривает твою экспертность, неважно, кто ты, ты малхимик, ты там муза, ты там, не знаю, кто-то еще, и, как бы, это вполне себе нормально, мы живем в мир фантастических тварей, которые, вот, по улицам, два мира, знаешь, вот, соединились, вот, и получается, что, когда кто-то приходит, знаешь, и ты полностью уверен в том, что ты сейчас будешь общаться с человеком, прям, мне люди говорят, Марк, спрашиваешь это отвечать, я говорю, еще буду спрашивать, какого хуя ты мне дал такой ответ, он говорит, ну как, получается, каждому вопросу придираешься, каждому ответу, я говорю, потому что он звучит как-то нелогично, то есть он не заходит, как бы, ты пытаешься в отверстие круглое пропихнуть что-то квадратное, и тут сопротивление возникает, не потому что я заебанный какой-то. Знаешь, возможно, просто у тебя, ну, большой скилл общения, то есть с людьми, и ты, вот, по каким-то, ну, там, вешкам, мы так или иначе все все равно какие-то роли постоянно играем, то есть мы в семье одни, да, ну, актер там даже тот же, на экране он другой совсем, и вот ты меня спросил, типа, что это за удовольствие, когда, типа, человек такой надел маску, и все такие, о, ну, это точно он, ну, как бы, когда ему верят, когда он играет, ну, конечно, типа, вот он довольный, я такой, создал образ, и он прошел. удовольствие, когда твой образ заходит, я могу понять, но вопрос в том, что когда ты, как бы, кто-то говорит, что, ну, представь себе Джоди Депп, со съемочной площадки фильма, там, «Пираты Карибского моря», выходит и идет и говорит, что он Джоди Депп, ой, что он Джек Воробей, я говорю, погоди, Джоди, ты же, это пример был, вот, кстати, любопытный, кто-то рассказывал про Джима Керри, когда он в каком-то, короче, фильме снимался, он, короче, на себя надел полностью образ персонажа, и жил вообще, с Джимом Керри, он, короче, приезжает в этот период времени, они встречаются, и, короче, блядь, ты знаешь, какое-то разочарование какое, я приехал встретиться с Джимом Керри, а встретил персонажа, которого он играл, он говорит, я хотел Джима встретить, Керри, который вот там, тун-тун-тун-тун, эй, короче, я понял, что ты сейчас в образе, но дай мне доступ к телу, я хочу с тобой, я к тебе приехал, я не приехал к тому персонажу, который, он, да, тоже великий, но ты не он, ты его играешь, но ты как бы замкнут в этом, как бы, пакете, и, и вот в этот момент, я говорю, ты там тоже классный, ты вот за этой ширмой своего актера, аватара, который ты лучшими наделил себя чертами, самую лучшую тату сделал у самого модного артиста, ты сделал самую красивую одежду купил, ты там тоже классный, вот дай мне туда, вот к этой мякоти к твоей добраться. Вот смотри, второй момент, про который ты говорил, что типа по идее же должен чувствовать облегчение, ну и легко сбрасывать эту маску. И по идее, конечно, да, то есть, потому что это очень сложная надстройка, прикинь, ну, это вот говорить постоянно от образа кого-то, ну, ну, вот сама вот это, да, 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 сам процесс даже беседы, то есть фильтр, блядь, такой большой, что по другому она и речь по-другому читается, вот, и вот, ну, и оно сразу чувствуется, особенно если у тебя есть вот этот скилл, что ты там много с кем поговорил, и ты видишь, что типа, бля, чувак там вообще как бы там фильтрует, пилифильтровывает, как бы, ну, скучно, просто типа душно, вот это, вот это все, вот он какими-то лозунгами ебашит, готовки такие, да, 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 и, конечно, если от этого отказаться, ну, то есть, там, все нахуй, я это сбрасываю, я не помню всех этих ебучих слов, буду вот просто тупой, блядь, и вот, ну, вот такой, как бы, и мне будет легко, естественно, ну, ну, что поделать, как бы, ну, вот такой я, хотите, блядь, так, ну, не любите, так самое то, что важно, что люди, те, которые, вот они не могут это отпустить, они учат других людей, как принимать себя, как быть свободным, как быть, там, не знаю, уверенным в себе, я говорю, ты тогда отпусти вот эту хуйню, уже будь собой, ты учишь, как бы, это к разговору о том, нужен ли тату-артист иметь на себе татуировки. Он может быть, когда с собой, он такой, там, да ебать, там, где-то плачет в углу, и вообще совсем другим занимается, там, не знаю, там, играет в куклы, там, что-то, ну, совсем иначе, а деньги ему надо зарабатывать в этом социуме, как бы, ну, ему жить, с мужиками, почему-то же так всегда было, люди работали раньше на нелюбимой работе, работали где-нибудь, там, в каком-нибудь, работали в каком-нибудь государственном, каком-нибудь бюджетном учреждении, им тоже не нравилось, и ничего не было стрёмного прийти на кухню и сказать, слушай, я ненавижу свою работу, мне приходится, там, с утра до вечера быть, там, вот так вот, под галстучек, там, всем лизать жопу, там, чтобы прорвить, чтобы премию получить, не было в этом ничего стрёмного, то есть сейчас люди продолжают работать, ну, пусть в инфополе, там тоже дохера чего, что им не нравится, ну, прям, откровенно не нравится, я убеждён, ну, не может быть, что тебе нравится та хуйня, которую ты занимаешься, ну, нет, если ты, конечно, один из тех самых немногих, которые из плоску риса готовы, там, знаешь, вот, просто там, творить и, как бы, насрать на всё, и признать это в себе, сказать, слушай, это моя работа, и когда ты называешь это работой, а не призванием, а не то, что ты, это ты, всё становится на свои места, я говорю, окей, сколько тебе приходится делать того, что тебе не нравится в том, что ты делаешь, он говорит, Марк, ну, процентов 80, я говорю, офигеть, почему такой тяжёлый путь ты выбрал, он говорит, ну, не знаю, вот так, тут платят, и как бы, я говорю, а что если тебе придётся делать 50% того, что тебе не нравится, ведь легче жизнь станет, при тем же самом балансе инкома, да, то есть почему ты выбрал тяжёлый путь, вот как бы, знаешь, иногда, вот сейчас, допустим, для меня будет супертяжёлым путём стать каким-нибудь суперклассным предпринимателем, но я нет, я могу потратить вообще невероятное количество усилий, нервных, финансовых, для того, чтобы стать каким-то там предпринимателем, но это явно не моё, ну, как бы, кому, посмотри на меня, нахрена мне это надо? Ну, да, но, видишь, люди-то как бы, тут получается, что, да, немного, так, сейчас, секунду, это, ведь, вот, ну, типа, вот ты говоришь, как раз вот маску, да, люди примеряют какую-то, как бы, как вот оно происходит, вот человек тоже вот увидел такой, бляво, бизнес, бизнесмены, это то, что надо, как бы, вот, и я прямо начну с того, что, прямо примерю сначала на себя эту маску, я возьму тачку в кредит, я прям буду, ну, там, и я буду при тачке, при охуенном телефоне, и весь у меня сразу, и сразу буду бизнесменом, как бы, и вот он там пытается, там, так, сяк, и ся, вот это, там, а может быть, скидочки какие-то, там, на татуировки, там, и вот это прочее, мне про рассказали про Бородину, прикинь, тёлка работала менеджером в каком-то туристическом, в каком-то крутом отеле в Турции, она сказала, ну, что там, номера стоили по 900, там, баксов за ночь, и Бородина, которая, типа, блядь, тоже непонятно, какая-то хупа Микто, блядь, там, блядь, селебрити, и она, говорит, названивала, заёбывала, чтобы её за вот этот вот пиар пустили бесплатно пожить, я говорю, блядь, дешёвка ёбаная, то есть, если ты такая крутая, то, знаешь, тебе сиди на Брамович, такой, пожалуйста, я вас там запостю, блядь, в инстаграме, говорит, я куплю, блядь, ваш отель, блядь, с потрохами, блядь, чтобы ебать там шлюх, и никто не видел, вот это деньги, вот это деньги, селебрити, селебрити и деньги тоже, как бы у всех разные, кому-то, ну, и тут, я вот начал с чего, вот человек такой решил, я примерю эту маску, и, блядь, он старается, ебашит, ну, и весь несчастный, и ничего не получается, как бы, ну, но решил же, да хуя вложил ресурсы, отказаться от этого, и сказать, что на самом-то деле, я не бизнесмен, а садовник, ну, как бы, ну, сложно, ну, это же пиздец, как бы, и, ну, да, а люди, особенно если медийные, прикинь, вот там эти, любые, короче, вот там какие-то там тренинги, еще там что-то, там они все там коучи, хуёучи, и, ну, вот, там, женщина, там, не знаю, мужчина что-то продает, он продает, вот через свое вот это, он вещает, ну, кроме как маска, вот в интернете, по сути, ну, это вот некий образ, еще там фильтры какие-то, вот продает, он вот этим живет, работает его, и его работа, возможно, в том, чтобы говорить, что это вообще не работа, это стиль жизни такой, я просто так живу, я так себя чувствую, ты понимаешь, такой вайп, как бы, вот, и, и ты, и приходит к тебе, и ты такой, блядь, такой вайп, ты весь нахуй на нервяках, там, не знаю, обгрызанные ногти, и так далее, и ты такой, может быть, все-таки нет, он такой, блядь, это что, сейчас с меня за раз эту маску сорвут, и все люди, которым я продаю свою уверенность, они такие, о, это нахуй не наш человек, так вот это, знаешь, я тут недавно слышал классное выражение, don't produce what you use, получается, что, как только, как бы, как вот распознать вот эту инфо-цыганщину, как только ты просто из старчка, который любит кокс, начинаешь его продавать, то ты превращаешься не в, как бы, вот, который наслаждается жизнью, который начинает выстраивать коммуникации с определенной целевой аудиторией, естественно, в этом, блин, ну это суперпродуктивно, блин, это офигеть, я прямо раз, и сразу же супер, там, у меня там, как бы, а, это, начинаешь вести себя соответствующим образом, так вот, когда ты говоришь мне, слушай, я уверенный в себе, сколько уверенных в себе реальных людей, которые просто наслаждаются жизнью, занимаются тем, чтобы продавать это говно какое-то, тратить свое время до каких-то задротиков, которые там пришли на пляжу, и чтобы просто научить у меня, пожалуйста, как будто верю, нахуй мне это надо, соответственно, как правило, кто начинает этому учиться, те, которые были сопляжуями, изначально заготовка не та, это как, ты делишься своим опытом трансформационным, это когда вот люди, которые, я эмигрировал, получил карту, и они потом делают бизнес целый, на том, что помогают другим бедолагам получать эту визу, то есть вот оно как, соответственно, как только ты провозгласил, что я продаю курсы по уверенности себе, это стопудово первый сигнал, что ты охуеть какой-то неуверенный в себе, и ты как-то это превзошел, какой-то произошел, вот это вот, ты научился как-то, что-то делать, и естественно, я буду тестировать это, ну как бы сходу, ты как красная тряпка передо мной машешь, как бы перед быком, ну, метафорически выражать, естественно, потому что тот, кто уверен в себе, у него в голову не придет, представляешь, что Хабиб сейчас вдруг начинает курсы по мускулинности, ну смотри, как бы, ну как бы нужно 100 миллионов предложить, наверное, за этот курс, очень много денег, человеку, которому не пришлось учиться чему-то, то есть, ну, а то, что у него есть, у него прям сразу с рождения, допустим, он маскулинный, чисто, ну такой, сильный, блядь, и так далее, ну вот он такой, ну чему он такой, ну сейчас я вас научу, в первую очередь, вам надо родиться мной, и тогда все будет. Стоп, все, мы остановились, потому что ты уже не родился мной, ты родился там, где я рос, ты родился в кругу, блядь, людей, которые, блядь, готовы, не знаю, мясо сырое жрать перед тренировкой, ты не родился там, ты никогда не будешь этим. Так он не будет учить, как быть им, вот ты правильно заметил, что типа очень много, ну людей, которые вот там преподают то, что они сами одолели, ну то есть вот, отличная, кстати, я там когда-то читал вот это Алия Некара, лучший способ бросить курить, там, то есть вот какие-то у него книжки, и вот все вот это, типа книжки по психологии, пишут, типа те, кто, блядь, конченые психи были, то есть про уверенность, конечно же, рассказывают люди, а абсолютно не уверенные, но это как раз они прошли путь, вот допустим там Алия Некара написал книжку, как бросить курить, охуенную вообще, типа, ну человек, там, не знаю, там 50 лет курил, чуть не сдох, блядь, ну типа, прекратил это делать, и описал, как это случилось, вот чуть не сдох, я убежден, что те, кто чуть не сдох от курения, все бросили курить, либо, которые чуть не сдохли, они сказали, да похуй, мне нравится курить больше, чем эта жизнь, и сдохли, и сдохли, так и есть, и побольше, поэтому ты знаешь, то, что он испугался за свою жизнь, потому что он, как бы, курил, вот этих людей, ты чувствуешь, вот ты видел в твоем окружении людей, которые были на вот этот, как бы, ощутили дыхание смерти, у меня такие есть люди, которые чуть от передоза не отъехали, они пиздали просто ни капли в рот, ни сантиметра в жопу, я говорю, офигеть, как ты испугался, он говорит, Марк, я так люблю эту жизнь, что я, блин, просто обосрался от этого, и я понимаю, знаешь, как я боюсь водить машину, офигеть, как я боюсь, вообще, у всех по-разному, у всех случается по-разному, но если ты, смотри, допустим, как раз это преодолеваешь, то есть, вот, давай про это курение, допустим, он вдох, и это не из-за, он написал книжку не из-за того, что там, типа, он смог, он точнее, вот он это сделал, типа, он описал свой путь, вот именно этой мысли, и смог это выразить в книге, которая срабатывает, ну, то есть, помогает, тот, кто, типа, был максимально неуверенным, он прошел там, какие, блядь, вот это сделал, это, 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 а теперь этот человек, как бы, может выйти на сцену перед там, тысячным залом, сказать, да я нахуй сейчас вас всех уверенными, блядь, сделаю, как бы, и он, это как быть, подожди, 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 нифига, вот тут большая разница, кто в этом зале, ну, там явно не тысячи уверенных в себе мужиков, туда пришло, уверенных людей, легко быть волком в стадии овец, я могу быть ахуленным, просто самым великим в стадии овец, когда пришли ко мне задротики на мой семинар, они все прыщавые дрыщи, блядь, я там буду мускулинным, окей, сходи, пожалуйста, в какой-нибудь зал, который называется какая-нибудь Спарта, где-нибудь в спальном районе, блядь, и вот там покажи свою, блядь, уверенность в себе, я думаю, офигеть, вот в этом-то вся разница, что уверенный в себе, уверен whatever, неважно кто, если он не уверен, видит передо мной Дуэй Джонс, я охереть как в себе не уверен в этот момент, и я буду вести себя так, как ведет себя уверенный человек, потому что уверенный человек уверен в том, где он находится, и если передо мной громозека какой-нибудь Валуев, то я понимаю, где я, и я не буду горлопанить и что-то выебываться, потому что он как ебнет, и он сломает меня пополам, а когда вот этот уверенный в себе человек со мной начинает разговаривать, и он понимает, слушай, я говорю, еще три слова отделяют тебя от перелома, челюсти. Он говорит, ну, потом ты уедешь в тюрьму. Понимаешь? То есть, вот, как бы, это неуверенность в себе. Это ты играешь, а потом перекладываешь ответственность на правоохранительные органы или там на какой-то common sense, там, или еще что-то, что мы же в цивилизованном общении. Я говорю, с чего ты взял? Я говорю, я знаю, есть места, где до сих пор, блядь, людскую плоть едят. Какое цивилизованное общество? Ты с чего взял, что ты сейчас с цивилизованным человеком разговариваешь? Где у меня это написано? Где татуировка, сказанная, что я цивилизованный? Ты откуда знаешь? Ну, я в себе уверен, я имею... Тогда и прими ответственность. Так вот, человек, уверенный в себе, он не только уверен, но еще и понимает границы вот этого своей уверенности. И вполне себе легко может принять это. Он себя понимает в первую очередь. То есть, как бы, вот эта идея, ну, как бы, допустим, некой неуверенности, это же, ну, что значит вообще само по себе вот это выражение, блядь, ну, не уверен в себе. Я не уверен в себе. Ну, то есть, это означает, что внутри есть еще некая надстройка, которая говорит, да ты говно вообще, ты нихуя не сможешь. Ну, то есть, это некая аберрация вот этого воспитания. Ну, то есть, вот как это случилось, то есть, это, ну, как человек стал в себе в целом неуверен. Ну, это результат каких-то там опыта какого-то, травмы и так далее. И когда вот, вот этот если пример, что кто-то был неуверенным, стал, блядь, уверенным, он может этих же, он говорит, я вам сейчас свой опыт расскажу. Вот, вот пример, вот смотри, когда некурящий человек будет говорить мне, да ты просто не кури, я скажу, да ты просто нахуй иди, ты в жизни, блядь, не курил, ни разу, ты что, ну, ты что мне будешь рассказывать, как мне не курить? Ты, ну, просто, о чем ты, блядь, говоришь? Даже еще не так. Я бы сказал даже еще, знаешь как, что, допустим, вот у меня, может быть, представь себе, что это есть, ну, возможно, я играю с огнем, но у меня нету, как бы, зависимостей, которые я не мог бы преодолеть. И это мой психотип. Есть кто-то, я курил, естественно, как и все, блин, курили там подростками, там, не знаю, в начальной каком-то жизни, вот. И когда кто-то говорит, что я не могу бросить, бросить, даже если я бросил, мне просто было легко это сделать, потому что у меня вот так, ну, как бы, мой биологичный, я не настолько сильно подвержен этим зависимостям. У меня, возможно, другая жизнь, которая меня окружает. Для меня это как копинг-солюшен или как поведенческий тупик, так не работает. И, кстати, даже я, который бросил курить, не могу тебе говорить, как бросить курить, потому что ты рожден не мной. Поэтому научить кому-то что-то, ты можешь указать путь, как это пройти. Ты можешь опытом своим поделиться. Тут обычно, как бы, все вот эти, там, ну, это человек делится опытом, говорит, у меня в жизни было то-то, то-то, я, как бы, сделал так-то, так-то, вот результат. Хотите, я вам сейчас за деньги вам это продам, как бы, свою инструкцию. Или в виде книги, или в виде, там, не знаю, там, тренинга, семинара, бля, чего угодно. И когда действительно человек, который, ну, условно, ну, по-разному это произошло, да, кто-то, наоборот, маску неуверенности скинул, кто-то, наоборот, маску уверенности на себя надел и прирастил, как бы, по-разному может случаться. Но, тем не менее, когда чему-то учит человек, который получил реальный опыт, там, как хоть с самого начала, то есть этот рокер, который начал, там, со своей, там, подвала, и, там, 10 лет не вошел, и он стал этим рокером, и он может научить. Как, там, не знаю, художник, который, там, ну, просто, там, не за хуй, как бы, жил, там, что-то рисовал, как бы, ну, он был художником, это все, он может, как бы, это как-то передать. А когда человек просто надевает маску, да, ну, такой, ну, и учит тому, что, чего в нем нет, это, конечно же, сразу чувствуется, ну, как бы, ощущается, и, ну, там, сразу чувствуется фальшь. Вот я об этом говорю. Вот, поэтому, вот, весь разговор, который, может быть, сначала тебе показался, как бы, ну, что, типа, я, там, цепляюсь за какие-то стереотипы, еще что-то, вот это вот ощущение фальши. Я убежден, что мое ощущение фальши, оно может быть сопряжено с тем, что у меня, возможно, как бы, ну, какой-то шаблоны, которые я применяю. Ну, понимаешь, как бы, вот давай так, если бы у меня не было бы, то есть я эти шаблоны взял от реальных людей. То есть если со мной разговаривает, там, декан какого-нибудь, там, не знаю, филфака, либо, там, профессор философии, либо, там, глава кафедры психологии личности МГУ, я вижу человека из дисциплины. Для меня это как бы какой-то определенный, как бы, как бы, некий архетип. Вот человек, занимающийся этим, ведет и говорит себя вот так. Потом кто-то, появляется другой. У меня есть уже, как бы, как камертон для сравнения. Соответственно, мои все архетипы, они связаны с реальными людьми, с которыми я когда-то побеседовал. Я разговаривал с людьми, которые убивали людей, которые чуть, которых не убили, которые, там, не знаю, были очень умными, которые были очень глупыми. Я сам очень глупый. И, соответственно, в тот момент, когда ты мне хочешь продать себя как умного, у меня 50 человек, которые умные, и они это не транслировали, это просто их, как бы, дефолт. Я говорю, нет, ты нет. И у меня абсолютно есть, как бы, право так высказаться. Потому что, если у тебя есть право транслировать этот булщит, то у меня есть право реагировать на этот булщит. Это незапрошенная критика. Иди нахуй со своей незапрошенной критикой. Я могу сказать то, что мне придет в голову. Вопрос в другом. Почему тебе так режет глаза и уши моя, как бы, ну, реальность? То есть, я понимаю, что ты не хочешь быть тем, кем ты являешься. Это, наверное, как бы, я тоже, может быть, хотел бы быть кем-то другим. Я бы хотел бы родиться, не знаю, там, в семи, там, Ротшильдов и, блядь, не знаю, там, с утра до вечера ебашить красную икру, шлюх там ебать, кокс нюхать и вообще сдохнуть 20. Я не знаю, что бы я хотел. Да? Но я в этом сосуде, в котором я есть, соответственно, у меня есть лимитированность. По всем многообразиям вот этих векторов я лимитирован. Как, допустим, чувак полтора метра в прыжке, ну, блядь, чувак, ну, МБА не для тебя. Тормози. Да, тебе могут из жалости, вот тут кому-то дали какому-то там гному, из TheVersity, вот еще, наверное, еще какой-нибудь там меньшинство. Короче, давай дадим ему право играть в МБА. Просто потому, что все гномы, чтобы не обижались. И все. Но это не то же самое. Ты же будешь прекрасно понимать, что есть Шакила Нил, там, не знаю, там, Коби Брайан или кто там эти легенды, там, не знаю, Джордан. Ну, как бы они на тебя... Какой-то коллега там с нами бегает. Потерял я мысль. Мысль в том, что если у тебя есть как бы провалидированный архетип, то дальше это все как бы градиент вот этого. И если ты в начале пути, я, допустим, начинаешь какой-то путь, я хочу стать профессором физики и изучать квантовую физику. Я говорю, супер, классно, что ты выбрал этот путь. И как бы ты в начале этого пути. Но если ты в начале пути говоришь, что ты уже в конце пути, я говорю, нет, ты нет. Потому что тот, кто в конце пути, выглядит вот так. У него либо волос нету, либо вся башка седая. Ему уже лет под 80. Вот это конец твоего пути. Ты не можешь вот здесь быть им. Потому что часов ты столько не пережил еще. Как бы ты не можешь... Как бы да, мы все стоим на плечах титанов. Но ты хотя бы должен это прочесть. Так ты прочесть, я тоже самое говорю. Не-не-не, ты не можешь, ты как бы должен это прочесть. То есть ты не можешь называться тем, тем ты называешься в моменте. Ты хочешь им стать. Но ведешь ты себя уже так, как будто ты стал. Мы когда начинали, ты привел пример как раз про этих рок-музыкантов. Вот типа, что кто-то есть, ну, там уже заслуженный, и он прям пиздец рок-музыкант, да. А есть какой-то типа мелкий, и вот он типа копирует образ и говорит, и я рок-музыкант. И вот я тебе как раз говорил, что типа именно время, то есть вот как бы именно время, в течение которого этот человек, ну, вот этим занимается, там, транслирует это, ну, и он в этом живет. Именно оно делает его как раз, ну, вот этим, тем, кого ты признаешь. Ну, что типа, окей, сейчас, типа, да, ты вот именно тот, про кого ты говоришь. Но в начале пути-то ему же тоже, он такой, ну, честнее было бы, конечно, наверное, в начале пути человеку сказать, ну, да, типа, я пока хуй с горы, вот, но вообще в будущем я рок-музыкант, типа. Ну, это, ну, как бы, это честное, но такое, какое-то скромное, уничижительное, самое позиционирование, что, мол, я только начинаю, там, что-то то-то, как бы, ну, с этим сложно прожить, то есть там ну, да, ты начинающий, ну, и нахуй иди, как бы, вот, а пока концерты для настоящих рокеров, блядь. Ну, человеку, который выбирает образ свой, ему надо все-таки, ну, как-то настоятельно его транслировать. Да, порой, может быть какие-то, ну, он где-то не будет проходить проверку, там, а отхватывает пиздюлей, там, или там, что-то еще. Ну, его же надо как-то, то есть, ну, человек. В этом ты фишка, в этом-то, я это прекрасно понимаю, и поэтому, когда ты разговариваешь с людьми, они могут честно понять, Марк, я торгую, неважно чем, матрасами, еблом своими знаниями, я на рынке, где все чем-то тоже торгуют, я не один, конкуренция дикая, поэтому, если я буду говорить, слушайте, ну, я как бы, вот, я не волшебник, я только учусь, я сам, как бы, вообще половину не понимаю, и, как бы, наверняка вы, даже ваши деньги, это вклад в мое образование, и вообще, в принципе, как бы, то, чтобы я хоть что-то понял, то вряд ли ты продашь свои услуги. Ну, что, другие говорят, я самый умный, это как бы на рынке помидоры, вот ты смотришь, у меня самые спелые, кто-то говорит, у меня обычные, блядь, зеленые, невкусные. Ну, конечно, блядь, никто их не купит, но вот это, в этот момент, говорит, Марк, поэтому мне приходится это, говорит, я нет, но когда ты утверждаешь, что твои помидоры, я смотрю, говно какое-то растухшее, ты говоришь, это самые лучшие помидоры, я говорю, слушай, ну, тормози, ну, тормози, ну, я понял, ты же сейчас для этого делаешь, почему? Естественно, и как бы, ты понимаешь, я понимаю, что это абсолютный сюр, что ты сейчас, я убежден, что ты понимаешь, что твои помидоры говно, но ты держишься за эту маску, естественно, я буду тебя, блядь, заебывать, естественно, потому что мне нравится, я кайфую, я не заморочен ни на что, у меня нехуй делать, я хочу развлекаться, и ты попался в мои сети, блядь, лови, либо признай, и мы с тобой о чем-то поговорим, я не буду тебя мучить все это время, просто, да, да, Марк, короче, тормози, все, да, так оно и есть. Благоди, но смотри, у нас вообще вот вся какая-то беседа, это некие абстрактные примеры, там, этих рокеров, помидорных, там, блядь, и прочее. Можно в целом размышать, ну, как бы, с одной стороны, типа, понятно, да, о чем мы говорим, но вот без конкретики, оно, знаешь, ну, может оно так, блядь, может не так, что там эти люди там. У меня конкретика каждый день, ты не забываешь, у меня жизнь реальная, я каждый день встречаю этих людей, ты не думай, я ведь говорю тебе, это, как бы, уже такой микросоциалый... Круглосуточные идут подкасты, сколько ты в день пишешь, сколько ты с кем встречаешься? Бывает один, бывает два, ну, то есть, ну, это же, у меня же другие люди есть, то есть, это же, под запись это просто ради прикола, да, но есть ведь люди, и я с кем-то знакомлю, с кем-то общаюсь, и люди все, они, как бы, ладно бы это было только в интернете, я бы еще это понял, но теперь они в народ пришли, вот те персонажи, которые там вещают, они теперь встречаются на улице, встречаются в ресторанах, ты встречаешь, говорит, так, ты знаешь, я там свою стратегию, я говорю, погоди, какая стратегия, мы пришли, как бы, выпить, что-то перекусить, какая стратегия, ты вообще что несешь? Ты вообще кто? И однажды, вот, когда задал я такой вопрос, чувак, знаешь, что сделал? Он мне так вот бросил телефон на стол, у него там открыт инстаграм-аккаунт был, у него там было что-то там миллион с чем-то подписчиков, я так как бы глянул, я говорю, и что это значит? Я говорю, мне вот вообще похуй абсолютно, ну, то есть, как бы, для меня это вообще ничего не значит, и он прямо, знаешь, ну, как это, я говорю, да вообще никак, вот, знаешь, вообще никак, вот, если бы ты мне показал, я не знаю, там, хуй знает что, ну, там, блядь, чемодан бабла, блядь, я бы сказал, о-о-о, а что, тратить можешь, или просто носишь всем чемодан бабла показать? Я говорю, пойдем, там, в Вегас ездим, можешь бет сделать, хотя бы на сотку? О, нет, там, у меня это на бизнес, там, ну, понятно, я говорю, что, можешь что-то потратить? Пойдем, купишь что-нибудь, машину, не знаю, квартиру, не-не-не, все в бизнес, я говорю, ну, понятно, значит, денег нет, то, что у тебя как бы для чего-то, это как бы нет, вот у меня либо деньги есть, либо они как бы для чего-то, ты можешь сидеть на миллиардах, там, каких-то там, типа, вот этих вот, как бы, капитализаций, там, все сейчас у динароги, у них у всех, там, я говорю, денег сколько в кармане? Ресторан с тёлками Петрюс, Макалан 30-й, пойдем? Не, денег нет, а-а-а, то есть деньги только для чего-то, значит, их нет. Соответственно, вот в этот вот момент, ты понимаешь, что, как бы, у тебя каждый день эти люди в окружении, которые, они живут жизнью какой-то вот такой придуманной, потому что эта придуманная жизнь дает им бенефиты от проживания этой жизни, как бы, жизнедеятельность, однажды чувак мне сказал, я охренел, это же, как бы, ты раб внутри этой системы, и ты живешь и работаешь, и это вот так переплетено, что там нету разницы. Единственная разница, это когда ты в туалете так перданул, что думаешь, какого хуя, ну и вонь. Вот единственный, мне кажется, момент, когда ты, вот, знаешь, наедине, и ты сам чувствуешь, как бы, что это ты человек, что ты, как бы, по-прежнему, вот не то, какое-то, знаешь, там, продвинутое существо, которое, там, суперпродуктивное, там, и тебя все любят, и, там, ты успешный. Нет, 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 чувак, ты по-прежнему тот, кто есть. Хорошо, если у тебя твоя реальность совпадает. Есть все-таки, есть люди, которые и кайфуют, и живут, и они тоже показывают. Ну, там, взять каких-нибудь, там, этих селебрити. Действительно? Кто-то там рассказывал про дикаприю, что телка, говорит, рассказывал, послушай, он мне, говорит, ебал, и пакет мне на голову надел, говорит, чтобы меня не видеть. Либо в наушниках, чтобы не слышать, что они как стонут. Как бы, я говорю, нифига себе, вот он развлекается. Ну, то есть, понимаешь, вот такие вещи, как бы, ты можешь себе позволить, потому что, как бы, ну, да, ты фрик или еще что-то, но когда ты говоришь об этом только с позиции, что ты об этом только говоришь и как-то демонстрируешь какими-то снапчатами какой-то реальности, больше всего мне нравятся чуваки, которые фотографируются на фоне чужих машин. Я говорю, ты как бы... И что это... Какой должен я сделать из этого вывод? То есть, как бы, что ты любишь машины, что ты был где-то, где стояла эта машина. То есть, как бы, какой мне должен... Вывод должен быть... Вывод должен делать не ты, а как бы тёлки. Может быть, он меня на ней покатает. Я что хотел сказать? Слушай, в моем случае, вот мне кажется, что у татуировщиков... Ну, во-первых, то есть мы общаемся тоже с огромным количеством народа. И причём, вот знаешь, именно на... Не так попиздеть, вот типа встретились. Ну, и там, и каждый пиздит, что хочет. Вот. А это именно прям длительное взаимодействие. То есть, это как бы не один день, а вот прям, значит, с человеком там год встречаешься, там раз в месяц точно, да? А то там и дольше, прикинь. И ему... Ну, как бы, и человек, когда приходит, конечно, все приходят вот именно сначала с некой вот этой маской, с некой позицией. И я там типа, блядь, я не знаю, вот супер там, не знаю, там накачанный, сильный там, какой-то богатый. Ну, и сразу, типа, и вот прям сразу начинается взаимодействие, допустим, да? Кто-то там такой сильный весь говорит, блядь, это больно. А насколько больно, типа? А может быть, я поставлюсь просто каким-то трамалом, чтобы просто полежать, типа, а ты поколешь. А кто-то там, кто там приехал, там на чём-то, прям, очень дорогом, так он говорит, бля, может быть, это, есть скидки. Вот. Ну, и, ну, вот уже совсем по-другому. То есть, там, кому там скидки, ну, там, как ты говоришь, чувак, ты хуй знает вообще. Приехал на всю жизнь своё тело менять, типа, на такой тачке вообще. И в целом, эта татуировка стоит, ну, даже по сравнению, блядь, с твоим мерцем, нахуй. Это просто хуйня. Чё тебе лям сложно отдать там за рука? Вот, понимаешь, если ты транслируешь мне, что ты живёшь охуенно, тогда почему у тебя проблема с вот этими маленькими радостями жизни? Что такое миллион? Это 10 тысяч долларов. у меня это вообще нечего, блядь, вот, просто за рука, в которой ты будешь всю жизнь вообще-то на него смотреть. Ну, как бы, о чём тут может идти речь? И вот именно, я просто к тому, что, типа, вот позиция татуировщика, в плане, вот, ну, контакта с людьми, она такая чуть более, ну, я не знаю, там, выгодная, открытая, то есть, человеку, в принципе, ну, мне нахуй не нужна его уверенность, которую он будет мне продавать, успех, там, блядь, ещё что-то. Просто принеси мне деньги, скажи, что ты хочешь, я это сделаю. И мы, не, мы просто с ним общаемся. И реально, у меня есть, ну, как бы, есть прям вообще успешные, очень активные там ребята, которые, ну, прям, реально двигают, и прям там, ты хуя, всё у них нормально. И они и в жизни, то есть, с ним общаешься, да, там, может, по их теме, как бы, по какой-то, ну, прям круто, прям, ну, чувствуется вот этот вот драйв. Бывают, ну, которые вот вроде такие приехали там на храписто как-то сильно взять, а он такой там, ему там обезбольчик, ему там надо пледик, там, скидочку и прочее. И в принципе, да можно работать и так. Чувак, если интересно, ну, мы договоримся, только ты мне мозги не еби, как бы, если вот работаем, ты вот так вот денег положил мне, ты деловой, там, может быть, там, вот это все, вот это вот, знаешь, вот селебрити какими-то суперделовыми, ну, тоже, ну, они вот очень ценят своё время, как бы, а бывает, что вот, ну, моё не очень, знаешь, там, опоздал, там, еще что-то. Понимаешь, вот это вот тоже очень важно. И поэтому мне работают, мне работают с людьми, вот так вот, типа, ты в первую очередь оставляешь просто вот на депозите какую-то сумму денег. И если ты начинаешь ебать мне мозги, проебываться и прочее, эта сумма просто уменьшается. Ну, как бы, вот, и я прям сразу об этом говорю. Смотри, типа, у нас есть с тобой просто определенные обязательства уже, мы с тобой, да, встретились, как люди поговорили, ну, у нас с тобой, блядь, дело, нам надо сделать себе татуировку. Не бесплатно. И, как бы, и время моё, оно очень ценное, как бы, у меня тут есть расписание. Проебался, ну, заплатил, как бы. Следующий раз уже весь он такой деловой, активный и прочее, он найдет время. Ну, найдет, и он может еще раз поебет. Вот, вот бывают и такие. Но вот на третий раз сто пудов приедет. Вот, как бы, каким бы деловым. Да? Поэтому вот это мне тоже, кстати, вот это вот, как бы, ты совершенно справедливые вещи говоришь, что в момент, вот, знаешь, вот как бы, тут очень важно понимать, что понятно, что у тебя есть отношение клиент, и, как бы, ты, как человек, выполняющий сервис. Но, когда ты, как бы, пришел именно к тебе, ну, то есть, я пришел, не просто рандомно ворвался в какую-то дверь, где мне, блядь, татуировку. Я пришел к тебе. Соответственно, ты, как бы, выбрал человека. Соответственно, не важно, кто ты. Да хоть ты, блядь, папа римский, мне абсолютно похуй. Ты пришел ко мне, чтобы я тебе сделал что-то. Соответственно, либо мы с тобой разговариваем вот так, как мы разговариваем, либо мы не разговариваем вообще, потому что ты не можешь просто прийти и сказать, что ты, как бы, бог, и ты, я, все должно вокруг тебя завертеться. То есть, я понимаю, что, вот, видимо, в этом, это называется медиатренинг. Марк, ты не умеешь разговаривать с известными людьми. Я говорю, ты мне похуй. То есть, если в моей жизни так сложилось, что не будет много известных людей, потому что бесконечно, как бы, всем лизать надо жопу, я говорю, ну, скорее всего, наверное, у меня будет меньше привкусов говна перед носом. А как бы, мне, может быть, делать это и не надо. То есть, я не умею это делать, у меня нету царя в голове. Я пиздюлей из этого получал очень много раз, потому что там кто ты, что ты, да мне похуй. Вот, и бам, ну, понятно, что я за это получал. Но, по крайней мере, теперь я знаю, что ты, да какая разница, кто ты. Потому что все это не имеет значения, если ты в момент нашей беседы кидаешься только тем, что ты кто-то, что у тебя папа, что у тебя друзья, что у тебя там гелик, что еще что-то. Я говорю, мне все на это похуй. Я, через папу, через друзей, через бородатых парней. Все это придет ко мне. Но сейчас я буду делать ровно то, что я говорю, и ты нихуя со мной не сможешь сделать. Вот абсолютно ничего. Поэтому, как бы, давай так. Либо мы нормально с тобой общаемся, у нас с тобой как бы какая-то инлайн коммуникация. Либо ты со своим пафосом идешь сейчас нахуй и не получаешь то, что нужно. О, а еще селебрити, наверное, тебя могут, знаешь, мудохать. О, мы оставим негативные комментарии. Вообще похуй, я ни одного комментария в жизни не прочитал. Слушай, это ладно еще, кстати, это ладно. У нас в России все-таки мы действительно, ну, чуть более как-то свободно, открыто. И вот работать, например, в Европе где-то, да, там вот эта тема с негативным комментарием или как бы жоп клиентам, это просто совсем другой уровень. Если здесь ко мне приходит человек, ну, я никому не хамлю, я не грублю, то есть я вполне нормально с людьми говорю. Но порой, знаешь, ну, человек приходит и приносит, ну, какое-то говно, идея реально просто дебильная, баянище какой-то, ну, абсолютно безвкусица. Я сначала пытаюсь, ну, как-то чуть более нежно все-таки это сказать, что, типа, это не лучший вариант, я видел уже много такого и так далее. И если, ну, допустим, там, после моей, там, третьей формулировки, нежненькой, человек не вырубается, я говорю, это идея, говно, типа, сделаешь это, пожалеешь, пиздец, это просто дебил только, сделай. Так я, вот здесь я могу так сказать, и человек это, ну, как бы, он примет, не примет, до него это дойдет. Вот, а в Европе меня прям несколько раз в разных, там, студиях, в разных странах просили, говорят, чувак, пожалуйста, типа, вот даже если, как бы, там абсолютно какая-то хуйня, то есть, ну, вот, не надо никаких резкостей, то есть, вот только, и вообще лучше даже все сделать, просто, что тебя попросили, типа, только-только без этого, потому что, ну, как бы, вот плохие отзывы там, это прям весовая тема, как бы, и, ну, вот там приходится нормально, прям, это, с людьми быть, намного более нежными, ну, как-то это, возможно, язык все-таки способствует, что мы все-таки в одной, как бы, находимся в сфере, можно поговорить как-то и по речи. Просто, понимаешь, это накладывает на тебя определенный, вот как бы, вот тут вот возникает профессионализм, понимаешь, вот в этот момент, когда, кто, кто становится теми, кто добивается какого-то результата, почему я, допустим, неуспешный никогда не буду, у меня нету вот этого умения, как бы, не замечать откровенное какое-то говно, ну, видимо, вот это ебнутое, знаешь, как-то у меня прямо глаза режут, может быть, сейчас скажешь, это юношеский москит, извини меня, блядь, я, как бы, не многим тебе младше, наверное, а может быть, еще и, как бы, мы с тобой ровесники, вот, дальше, как бы, понимание большей цели, что сейчас, я понимаю, это селебрити, у них какие-то сумасшедшие представления жизни, либо там у них просто все с утра до вечера их хвалят, что они вообще реально не в адеквате, и как бы, тебе ведь что важно, тебе важно выполнить свою работу, заработать бабло, что ты паришься, и вот, как бы, вот это умение, как бы, преломлять себя во имя, может быть, мне просто никто много так не платит, то есть, если бы мне, блядь, реально заплатили много, вот этот ментальный аудит бы бился, да, как Марк, ты сейчас будешь терпеть говно, тебя будут там какую-то чушь нести, но тебе заплатят там после этого, там, не знаю, лям, баксов, я говорю, похуй, то есть, я готов это говно, знаешь, как такое, потребитель, скажите, я буду твоей ментальной шлюхой сегодня, еби меня и мозг, пожалуйста, но ты заплати мне, соответствующее моему вот этому восприятию, но когда просто кто-то приходит, и он интайтлент, я с тобой буду так вести себя, потому что у меня какая-то паства, которая меня с утра до вечера хватает, я говорю, мне похуй на твою паству, я говорю, есть какие-то секции, ну, если человек не надо как бы этого, то, конечно, ну, можно и не взимодействовать, тут я говорю, какие цели, то есть, вот эта вот фаза именно вот этого нашего, ну, контакта, то есть, какая цель, если мне нужно, ну, блядь, мне надо денег заработать, в целом, например, ну, не буду я чего-то, идея твоя говно, блядь, как ты только это придумал, блядь, и вообще, как ты дожил-то стольки лет с такими идеями, ну, я, ну, типа, зачем мне это говорить, я могу там сделать чуть выше ценник, могу, как бы, просто там промолчать, это, ну, если у меня, типа, нет идеи, там, сейчас денег заработать, а просто вот я такой угораю, как бы, хорошо бы мне просто день провести, ну, буду вот прям, вести себя так, то есть, ну, жизнь, иногда надо масочки какие-то примерять, то есть, там, надо, там, бывает, блядь, я недавно высел, пиздец, я пришел домой, прямо так, забегаю продукты, тут сейчас должны сына привезти, там, и такой звонок в дверь, короче, и я, в ожидании того, что там сейчас будет мой сын, ее распахиваю, а там мусора, я такой, я такой, думаю, вот это что такое, мне сразу надо, ну, я прям сразу примерил маску, такого, как бы, собранного, такого, подтянутого, бодренького, дяди, такой, такой, ага, что такое, там, ну, там просто, типа, по дому обход, какие-то эти ходят, вот, но вообще, ну, я имею в виду, что любой контакт, например, с какими-то структурами, я всегда в масочке, определенной, как бы, там, слать, как бы, раскидывать вокруг хуи, там, я, рамки, я считаю, все-таки какие-то, ну, для меня нужны, ну, то есть, мне нужны, мне в жизни, то есть, я иногда, там, я общаюсь с родителями, там, девушки, я в определенном, я со своими родителями общаюсь тоже, у меня есть некая роль сына, я, ну, понимаю, что, ну, нахуя, как бы, я буду, там, не знаю, батю своего грузить какими-то своими проблемами, это вообще абсурдно, ну, то есть, у человека просто будет, ну, как бы, нервы тратить его, ну, нахуй это надо, и поэтому, для папы, например, там, я всегда успешный, как бы, активный, такой, бодренький сын, ну, для, и вот, ну, я один могу, или, знаешь, с другом, там, со своим, там, не знаю, или с терапевтом, я могу, там, паны сказать, ебать, просто жизнь, это просто охуеть вообще, постоянно, вот это, блядь, что-то надо работать, блядь, и еще стареешь, ну, не то, что это такое, нахуйся, поработал, поработал, и помер, блядь, ну, и ничего с этим не поделать, как бы, и вот, ну, такое, вот, ну, такую хуйню, ну, дружбанал, я могу, там, что-то помрачнить, такой, чуть-чуть, там, потом, раз, вроде взбодрился, ну, кому, что я буду, ну, реально, всем вокруг, вот это, вот это гундеть, ну, кому это надо, всем вокруг, ты знаешь, это не превращаться в кого-то, кто постоянно что-то гундит, вопрос того, что, вот представь себе, у нас же с тобой возникла коммуникация, ну, то есть, вот представь себе, я сейчас не про тебя говорю, а в принципе, это не то, что я вышел на улицу, знаешь, какой-то, блядь, таймсквер вышел, и говорит, так, хуеть, какое количество, знаешь, вышел, знаешь, на площадь дворцовую, и что бы, говорит, вот такое количество людей появилось в мире, которые носят маски, я же не ебнутый, просто, когда ты со мной встречаешься, и как бы плюй в глаза, божья роса, начинаешь мне что-то нести, это совершенно другая история, то есть, как бы получается, что либо ты ебешь меня в глаза, и тебе в этот момент абсолютно комфортно, знаешь, вот как бы, когда тебе абсолютно комфортно, что ты делаешь что-то, и я это вижу, и я должен, получается, подогревать вот эту твою игру, как бы, ну, то есть, ну, подожди, ну, я не должен этого делать, как бы, так же, как и ты, не должен. Нет, это не все, вот смотри, смотри, да, да, если ты с кем-то договорился, ну, то есть, что, типа, вот есть там проплаченные какие-то, да, ну, там, типа, я думаю, что там сразу обговариваются, что, типа, вот этого мы не касаемся, сюда, как бы, хуев мы не кидаем, типа, здесь мы принимаем ответы на веру, вот, такие известные, пиздец, популярные, я думаю, что там у них прям есть, наверное, какие-то, ну, особенно, если это какая-то джинса, там, ну, сто пудов, там, блядь, договариваются, вот, а если это просто, ну, как-то, ну, типа, что ты должен, вдруг, как бы, принимать, там, и вот такой, ну, хорошо, я тебе верю, блядь, ты такой, я-то весь заебись, типа, ну, да, конечно, ничего не должен, я тебе не верю, нихуя не заебись, типа, ты что-то мне такое ощущение, что, ну, как бы, и, ну, вот, можно так сформулировать, и если человек, ну, как бы, ты можешь не попасть, и тогда он, например, может это восприть легко, сказать, слышь, типа, ты, ты, блядь, иди, ты нахуй умойся, ты что, мне придумал? нет, это вопрос не то, что ты понимаешь, я никого не хочу никогда оскорблять, это не вопрос оскорбления, либо попытки поставить на место, то есть, у меня нет этой цели, я никого не хочу излечить, ничего, вопрос просто в том, что, ну, как бы, когда, ну, я не знаю, это, мне кажется, нормально, нормальное поведение людей, когда мы с тобой общаемся, как бы, ну, вот, нормально, то есть, неважно, какой ты, я же понимаю все многообразие инаковостей, мы уже, как бы, об этом сказали, что у нас 8 миллиардов инаковых, которых можно архетипировать по каким-то отдельным атрибутам жизни, вот, как бы, можно наши коробочки распределить, но когда ты, как бы, говоришь о том, что ты представитель другой коробочки, я говорю, я знаю людей из этой коробочки, ты не такой, это не оскорбление, это еще что-то, и поэтому в этот момент беседы хочется, как бы, вот, возможно, это, как бы, запрос на искренность, понятно, что однажды у меня тоже человек, которого стоит верить, Маргарит, ты хочешь, чтобы все с тобой пошли в баню, типа, в бане генералах нет, а с чего ты тот, решил, что ты тот человек, с которым стоит идти в баню, и это понятно, это был прямо его конкретно, да, я, конечно, не тот человек, с которым стоит это идти, потому что, блядь, ну, не то, чтобы я болту, да, я потом расскажу всем, что у тебя маленький член, нет, просто, как бы, ну, действительно, я посторонний тебе человек, и не факт, что ты должен это делать, но тогда, как бы, прими на внимание тот факт, что, как бы, ты попал, возможно, в место, где вот эту игру не поддерживают, и у тебя есть тысяча и один эпизод, доказывающий, что плюс-минус будет так, это не то, чтобы кот в мешке, ты просмотри хотя бы один, эпизод, даже наш с тобой послушать, ты поймешь, что это будет, если ты пришел сюда, что-то вы ебать, ты как бы получишь, блядь, как бы, то отношение, которое будет заслуживать человек, который пытается так себя вести, никто не прячет ничего, я не вшифруюсь, блядь, вот оно все, это же не редактируется же, ну, ты как бы, вот оно, это будет ровно так, ты сейчас, как бы, выступаешь в позиции человека, просто что-то говорит, мы с тобой просто о чем-то говорим, мы как-то зацепили за эту тему, возможно, она как бы, ну, как бы уже себя исчерпала, но смысл того, что я почему хотел у тебя это узнать, потому что, когда ты встречаешь человека, вот именно в интимной какой-то среде, это как бы все равно ситуация, когда люди тебе доверяют, потому что, ну, это достаточно высокий кредит доверия, дать кому-то что-то, блядь, забить мое тело, или там руку, либо часть тела, как бы, нифига себе, все доверие. Вот, соответственно, там есть какое-то не только касание, как бы с женщиной, понятно, мужик касается, блин, недавно я, короче, как-то, знаешь, у меня есть, женщина, девушка, которая меня стрижет, ну, просто тебе экспириенс такой, и она просто как бы заболела, говорит, Марк, я не могу, а я уже какой-то такой оброшу, знаешь, она говорит, приди там у меня там, я к ней хожу уже, кусь, знаете, сколько, ну, очень давно, то есть я не прихожу, она просто знает, что делать и все, мне просто, как айфон, иди сходи, а мне просто нужно было идти, мне нужно, блядь, молодеться, соответствовать тому месту, куда иду, и там мужик, и он мне мыл голову, и я такой, как-то, знаешь, непривычно, что мужчина меня касается, что-то он там, а он еще такой, знаешь, ну, как бы, мужчина, который любит общество других мужчин, и в этот момент я понимаю, что его касание, они не просто, как бы, касание, как бы, мужчины, это касание, понятно, что я ему не понравился, наверное, но я сейчас говорю об этом, на самом деле того, что это все равно очень интимно, даже мытье головы, я уже не говорю о том, чтобы там часами, там мять, там какое-то место, и там накалывать, и промакивать выступающую кровь, и вот в этот момент у меня было, как бы, я верю в то, что у тебя больше доступ к вот этой вот аутентичности, чем у людей, которые просто живут в этом мире, почему у тебя, как бы, эту тему так вот, как бы активно, мне интересно было твою тейк, вот это, твои ощущения, потому что нельзя маску держать долго. Ну, вообще-то как раз, ну, намного больше, как раз, шансов общаться именно с тем, вот этой вот, без масок, потому что эти маски, как раз вот в этом процессе все вообще не нужны, то есть, и, ну, и человеку не нужно их там особо никак держать, это как, ну, такое, очень глубокая психотерапия. Так, Майк, слушай, вопрос. Давай, давай, сворачивай. Да, все, можно уже заворачивать, я, как бы, действительно, получил удовольствие от беседы, знаешь, слава богу, что мы не упали в плоскость какого-то, знаешь, там, эзотерики, там, еще чего-то, ну, что, как бы, это интересно, но у меня нечего сказать, потому что я не прожил, то есть, кто-то мне сказал, Марк, типа, ты должен понять, там, сначала про йогой, про заниматься 20 лет, и потом ты поймешь, я говорю, супер, у меня нету столько времени, у меня нету столько времени, знаешь, как бы. вообще нормально, я прямо тоже получил удовольствие, отлично поболтали. Супер. Что ж, успехов, я желаю тебе выйти на ту траекторию, которую ты запланировал, там, 60 лет на пенсию, и там, иногда что-то там потыкивать, ты с удовольствием, ну, и жить полной жизнью. все, надеюсь, получится и раньше, и так, я живу полной жизнью, просто пламерненько старею. Все, давай, хорошего дня. Все, давай, пока. Субтитры сделал DimaTorzok